Салам, родные! С вами А.К.А. Сладкая Рыжая Булочка, Радик. Мы сегодня будем без прям жестких вступлений, потому что шоу идет 2 часа. И смотрим сегодня сердце Явлеева. Я все-таки искренне где-то там чуть-чуть верю, что мы реально помогаем ей найти настоящую любовь. И будем говорить свое мнение здесь. Также очень важный лайк и комментарий ваш, соответственно, под этим видео. Потому что, ну, чтобы, соответственно, Анастасия заметила и прислушалась к очень интересному мнению по поводу вот этих вот молодых людей. Я так считаю. Ну, че, есть еще офигенный повод у этих ребят набить мое лицо. Потому что мы будем говорить жесткое мнение, потому что есть, ну, я так понимаю, что есть разные мнения. А как бы их неверное и мое правильное. Соответственно, повод как бы есть. Че сказал? Хрен знает. Друзья, разрешите немножко вашего внимания. Многие из вас знают, что я большой фанат футбола и наблюдаю за топовыми чемпионатами. А также за нашей медиалигой, которая сейчас очень сильно развивается. Но немногие из вас знают, что 20 ноября стартует чемпионат мира. Под это событие мои друзья из фон Бет сделали крутую акцию, где можно выиграть 100 миллионов. Переходи по ссылке, закрепленной в комментарии и участвуй в розыгрыше до 25 ноября. Кстати, при регистрации в фон Бет ты получишь 2000 рублей по промокоду РАДИК в их мобильном приложении. У твоего футбола нет предела. Короче, я просто рад, что ты здесь. Поэтому все моменты по поводу шоу у нас будут в телеге. Поэтому подписывайтесь на телегу. Потому что бы не было как с мистером Икс, где серия почему и как там и так далее. Все мы там, я заранее объясняю. Поэтому все, жду тебя в телеге. Хорошо, погнали. Три, два, один. Поехали! Эту песню я посвящаю всем своим мужикам. У нее есть все. Карьера. Весь вайб. Вранье. У нее нет меня. Энергия, хорошее настроение, заряд бодрости. Он же здесь. Друзья. Миллионы подписчиков. Но нет самого главного. Поэтому мне нужно помочь. Помогите. Пойдем, я помогу тебе найти любовь. Боже, пошли мне, красавчика. Настя Ивлеева и канал Пятница объявляют о начале уникального романтического эксперимента. Удержись, Ивлеева. В течение нескольких месяцев 50 обычных парней будут бороться... 50 обычных парней! Звучит ужасно, если честно. Будут бороться за сердце Ивлеевой. За сердце Ивлеевой. Ты не будешь дарить букет. Я первый, первый. Я буду дарить букет. Сможет ли она найти среди них мужчину своей мечты? Верить ли сердцу? Или головой думать? Куда заведут... Такой, боже, какой урод. Настю чувства... Это все должно было позабавить, а это не смешно. И даст ли она шанс новой любви? Вставочка прям в стиле пятницы. Меня зовут Роман Каграманов. Здравствуйте, Роман. Рады вас видеть. Ну, для меня уже Роман, не знаю, как сказать, как сваха уже стал, но это неправильно. Хочется чуть поблагодароднее. Знаете, такой, секундант отношения, наверное, на телеканале Пятница. Пусть будет так. Вот Роман секундантов. Встречайте главную героиню нашего романтического эксперимента. Вот эти ставки, эти ставки безумные, долгие. Поэтому шоу два часа идет, конечно же. Ромочка, спасибо. Очень приятно, когда мужчина подает руку. Я рад тебя очень сильно видеть. Это взаимно. Да, и хочу задать тебе самый главный вопрос. Смотри, у тебя все есть. Деньги, связи, проекты, тревелы, машина, дома ждет юрец, такая классная, все с тобой хотят дружить. Как ты решилась на такой проект и зачем? Вот именно, Ромочка, потому что путешествия, съемки тревела, с юркой в шесть утра гуляю. Ну, когда мне знакомиться с парнями и ходить с ними на свидание? Поэтому мне нужна помощь. Я это признаю. Тебе помочь? Помогите. Пойдем, помогу себе нынче. Ну, давайте, ладно. Мне кажется, не идеально, на самом деле, выбор искать любовь на телепроекте. Вот, не знаю, есть хоть один проект, где вот прям они любят друг друга и умерли в один день. Ничего-то я ни разу ничего подобного не слышал. Вот взять даже, ну, понятно, кого. Любовь. Пошли. Пойдем. И самое главное, мне не быть напористой, такой энергичной. Я хочу быть спокойной. Я буду сильной, но нужно быть романтичной. А походка так норм? Я просто так редко бываю сексуальной? Она вожделеющая. Это невероятное вообще событие, когда за твоим сердцем охотится орава классных пацанов. Я не уверена, что я могу каждому молодому человеку, который сюда придет, доверять, потому что я же не знаю, с какой целью они сюда приходят. Но судьбы тоже свои могут быть планы, потому что я его увижу там тоже с первого взгляда. Да, я верю в то, что можно влюбиться и здесь. Мне реально будет интересно наблюдать, как мужчины ухаживают, какие комплименты они делают, как они со мной будут вообще в одном пространстве существовать. здесь я буду стричь. Ну не знаю, не знаю, скептично я к этому отношусь, да, и бах, через два года я такой, ищу свою любовь, я верю в реально, что этот проект мне поможет найти. Угу. Пять претендентов на твое сердце. Как тебе атмосфера? Нравится? Ну, вообще, да, очень таинственная. Я думаю, что... Да, татуху такую себе, ну и поясницу сделай. Добро пожаловать в 2002-й. Здесь рассыплю немножко свои ауры и энергетики, чтобы они почувствовали меня на расстоянии. Да, глупо, стопи. Как я не буду отказывать, как-то это будет, ну, наверное, неловко. Я знаю, по мне не скажешь, но я очень сопереживательный человек. Мне так страшно обидеть человека. Пожалуйста, наш замечательный портал, в который ребята будут заходить. Пойдем, покажу тебе святую святых. Вау. Мы должны сейчас петь. Когда человек должен выходить? Я застрял. Подожди. Подожди. Подождите. О, Господи, Рома, ты спас меня. Это мой ротик. Я выбираю Рома. Ура, Рома, муж, жена достала. Смотри, знакомство будет проходить именно здесь. Оно будет вслепую. Да? Да. Это подстава. претендентов на свое сердце. Потому что надо чувствовать свое сердце. Вот. И по голосу понимать, насколько ты влюбил. Это человек ближе к тебе. Ну, я вообще не понимаю вот эту вот сейчас историю вот нам сейчас будет показывать. Какая сцена? Как что, как? Когда это, блядь, будет только в одной серии? В одной серии! И все, никакого смысла нет. Все, сели бы на стул, пока начали крутить все пацанов. Как бы поехали, поехали. Зачем это? Ты будешь выбирать по голосу. Как тебе подскажет твое сердечко, Ивлеевское, так ты и поступишь. Я привыкла, что первая оценка это внешняя оценка. И сложно по голосу понять, кто есть кто. Я в шоке от того, что вслепую. Я думала, что я их буду видеть. Такая симп, не симп, нравки, не нравки. А тут по голосу и что? А если я повернусь, а там... Я хочу тебя успокоить, потому что ты будешь выбирать не одна. Да. У тебя будут помощники. Люди, которых ты ну очень хорошо знаешь. Кто же это может быть? Он знает... Твои бывшие. На что готовы пойти мужчины, чтобы понравиться девушке? И что из этого правда? Как ты думаешь, кто там? Ну все мои бывшие. Сидят вот тут вот, на коленках друг у друга. Да. Ну не переживают за меня, хотят помочь? Нет, нет, нет. Это Анатолий Никитин, твой брат. Братичка! Еее! Ну, на самом деле, Толик младший брат. И в основном всегда я как-то ему помогала или советовала что-то. Я думаю, Толик справится со своей задачей. Конечно. Конечно. Все будет нормально. Я тебя обожаю. Рядом с сестрой я хотел бы видеть мужчину, чтобы он не просто там дома сидел, как дома хозяйка, или там по барам шлялся, а все-таки имел цели, планы и так далее. Точно не какой-нибудь душнило там или тиран. Мужчина не должен лицемерить. Точно уж не оскорблять, не обижать. Тем более, Настя, это у нас персонаж высокого полета. Рядом с ней должен быть человек, который градит своей женщине, которая дает ей свободу действий, выбора. Итак, Настя, кресло номер два. Она желает тебе только счастья. И это... Вуаля! Пачки! Джин не сработало, что ли, не покрутилось? Твоя мама, Наталья Никитина, Мам, я очень рада тебя видеть. Но это опасно, потому что у мамы совершенно противоположный вкусный мужчин. Каждый раз, когда я привожу в дом какого-нибудь талантливого рэпера, она говорит, Неееет. Но, я бунтарка. Когда придет Стас Михайлов У творческих ничь Вот у него песня, так песня за душу берет Как там, что там у него есть песня есть Блядь, это пиздец Я не знаю Все, стоп, ну это не показывай А, блядь, все для тебя Рассветы Ит Вот это вот песня Вот это вот чувствуется, да, что все для тебя Я за этим прослежу Рядом с Настей я вижу Мужчину брутального, сильного Делового, который Сможет ее обеспечить Поможет также в развитии Ее в дальнейшем И будет ей опорой, поддержкой Я расскажу вам правила Как будет проходить знакомство У мужчин будет всего лишь 90 секунд на то, чтобы Тебя заинтересовать, Настя Парень в проекте, если поворачивается Два кресла и одно из которых Настя Это обязательно Но один раз твоя мама и твой брат Могут сделать выбор из-за тебя Если буду читать, что парень тебе подходит Даже если ты к нему не повернешься Да, даже если мне не нравится Да, но это правило вопреки Слово за мамой В нашей жизни у нас с Настей вкусы не совпадают Ну что, мам, как тебе отдых с дочкой, но без дочки? Понравилось? Классная у меня мама, брат Ну а маму так вот гоняет просто Но бывают исключения При выборе я буду обращать внимание на голос Первые слова, они важны вообще Вот сложить как пазл о человеке Ну и харизма А можно, чтобы потом под мужиками Яма так открывалась, и тебе не нравится Они прямо туда падали и кричали такие Нееет Также один раз ты можешь поступить Вопреки воле мамы и брата И делать выбор с настоятельным А, один раз На этом спасибо Если какие-то будут мутные, так сказать, персонажи То буду стараться какие-нибудь вопросы задавать На которые сложно будет отвечать Я желаю вам удачи Начнем знакомство вслепую и отбор участников В проект «Сердце Ивлеевой» Мы решили создать дюжний эффект большого конкурса О чем они даже не подозревают Участники рассчитывают на встречу с Настей вживую Однако удастся это только тому Кто сможет расположить к себе нашу героиню И ее родных вслепую Посмотрим, кому сегодня улыбнется удача И кто продолжит борьбу за сердце Ивлеевой Во втором туре Боже, пошли мне, красавчика Здравствуйте Здравствуйте Вы с вкусняшками, это все мне? А вы Настя? А к сожалению, нет, а тут такая запрещенка, я извиняюсь Из Испании Прям ради Настя? А вот так вот из Испании и нес, блядь Такой путь проделал Ради Настя, да-да-да Буэнус Диас, меня зовут Артем Мне 28 лет, я приехал из Испании, город Аликанте Я себя чувствую русским человеком, но замаринованным в испанском соусе, так скажем Вино, сальса, фламенко Я думаю, что мы подходим энергетической с Настей Поэтому я буду бороться Я верю, что я дойду до финала Я 100% знаю, чем покорить сердце девушке Минус, все, не знаю, не цепляй Я желаю тебе удачи Спасибо Все, давай, удивляй Испания, друзья Испания, мое любимое место Знаете почему? Потому что таких тарелок там очень много Я думаю, что у парня есть все шансы Я бы сидел и представил там сейчас какую-то здоровую просто чел Такой накачанный, гигантский такой стоит, маслом облитый Думаю, о, сейчас пришли трахать меня, божечки Не беспокойтесь, субтитры не будут нужны Потому что я говорю по-русски Я родился в Сибири, и мы с семьей переехали в Испанию Там я уже живу 20 лет И вот буквально позавчера я пробрался как-то через границу С этими вкусняшками, чтобы познакомиться с тобой Занимаюсь я Заехать несложно, выехать непросто Видеопроизводством Обожаю спорт, обожаю футбол Начал заниматься серфингом Простите, пожалуйста, а как вас зовут? Меня зовут Артем, но все меня зовут Арти Блин, у вас такой голос красивый Только верни, скажи че-то Здравствуйте Здравствуйте Я сейчас думал, здравствуйте, чмошник Ладно, на самом деле, нормальный чел Просто, ну, немножко пока кринжую Я бы на твоем месте повернулся бы Я думаю, что человек, который живет в другой стране Приехал сюда ради меня Это в любом случае заслуживает внимания Здрасте Здрасте Милый, правда Птушкин, ты что ли? А ты что, без очков? Коррекцию? Спасибо большое Ой, вы прям красивый Спасибо А это что за талёшка? Это для вас, да Да? Для всех вас, конечно А, вы же из Испании? Да, да, я вот на себе через границу его проводил А с вином А с вином на границе забрать вино Вдруг мне довезет вино Да, но мы ждем Хорошо, обещаю вам вино Спасибо Спасибо До встречи Спасибо Спасибо, всего хорошего Всю Ну что, ты прошел? Я не знаю Ну все повернулись Он просто ушел Даже не спросил И я такой Наверное, все Все, это значит, что ты уже в следующем туре Я тебя поздравляю С тебя билеты в Испанию И вино еще И вино, обязательно Настя, я очень рад, что ты меня выбрала Я почувствовал очень классную энергетику от тебя И микрофон Моё сердце стало ощущать сильнее и сильнее Можно сырочек, пожалуйста Кстати, хамончик-то вкусный? Какая нормальная девчонка Откажется от испанского хамона Я никогда Я с группой поддержки сегодня Я считаю, что Настю трудно удивлять Потому что у нее большой жизненный опыт Почему школьник в форме пилота? Не понимаю И с сестрами своими пришел Она много чего видела интересного И есть вещи, в которых ей всем сердцем завидую Но я думаю, что мне получится ее удивить Моё почтение Благодарю Олег, очень приятный Девочки, здравствуйте Всегда мечтал это сделать Дорогие друзья, выходы находятся в передней И задней И боковых частях самолета Рыба, мясо А, скорее курица Что вы, Настя, так не назовите? Все, нет, без проблем Отлично Ну, я желаю вам удачи Пожалуйста Правая дверь Мы рады приветствовать вас В Каграманов Эйрла Блин, ну Каграманов такой пиджак Как будто у него хлопушкой в упор выстрелили Не может он до сих пор стряхнуть это дело Добрый день, меня зовут Олег Мне 25, я из Москвы И я профессиональный бортроводник Именно профессиональный хочу заниматься Давайте поиграем с вами в эту игру Представим, что я очень капризный пассажир По-моему, это очень легко представить Мне плохо Я не знал, что будет брат Настя Он такой, нормальный, видный, простой пацан С ним можно поговорить Слушайте, но если вы летаете Как мы будем с вами любить друг друга Я же тоже постоянно занята Ну, Анастасия, вы можете стать бортроводником В чем проблема? Я думаю, что я вам скажу Да, просто поменяю деньги и успех На работу бортпроводника Не к тому, что работа бортпроводника плохая Ну, короче, вы поняли За это время вы семью не налетали Вы не были женаты? Нет, пока бог отвел Знаешь, что-то... А он прям юморит, шутка за шуткой Вообще готовил, стендапер Типа, думал, был офицер Здравствуйте Вы моя потенциальная теща, правильно же я понимаю? Конечно Теща сногсшибательная Ну, вы прям уверены в себе Очень прелесть А вы служили? Да, конечно Вот прям заметно Вы прям четко, коротко и ясно А что это там за вид лыск? Мотострелковый Понимаю Ура, 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 ура Короче, я с Телковой хуй скажу Поздравляю тебя Спасибо А, это бра Олег, смотрите, какая ситуация Вот сейчас Не могу сказать, что я очарована околдована Олег, смотрите, какая ситуация Вот сейчас Не могу сказать, что я очарована околдована Но старшего бортпроводника у меня еще не было Здравствуйте Возможно, это тоже какая-то мечта из юности Что у тебя будет парень, там, либо пилот Либо связан с какой-нибудь такой романтической, классной, мужественной профессией Ой, я прям засмучал Не могу Посыпался, посыпался Но вы очаровательная Блокая, спасибо А можно? Что ты поплыл-то так? Господи Ну, реально походило, наверное, нравится А вы такой прям миленький Эмоции такие настоящие Такой эльф Да Ой, какая крепень Боже мой Я не люблю это Но ей позволено А у вас очень красивые ушки А можно я прям так Спасибо большое Кто-то на удачу иногда трогает Да, сбывается А когда у вас день рождения Вас так вот дотянули Раз, два, три Вот поэтому, да, это получилось Настя, глаза голубые, да, у него? Да Прелесть Слушайте, ну, супер Проходите, что ли, дальше До сурайна Ах, хороший мальчик За него буду болеть Меня зовут Максим Зонов Боже, какой он сладкий Слишком Какой-то кен прям Я смотрю, думаю Блять, такие мужики существуют вообще? Типа вот Больше похож на чувака Типа мошенника из Тиндера Мне 27 лет У меня есть своя квартира С евроремонтом В центре города Кемерово Зарабатываю на квартиру в Москве Я вырос в полноценной любящей семье И глядя на своих родителей Охота достичь, наверное, такой же гармонии Я думаю, да даже я уверен То, что я понравлюсь Насте своей улыбкой Своей харизмой Я такой же заводной Мне нужно постоянно двигаться, что-то делать В этом плане мы прямо вообще сработаемся Как и не я Здравствуйте Здравствуйте Я увидел кресло Повернутое ко мне спиной Их было три Сердце стало биться чаще Анастасия, я безумно Ты в глаза разбежаешь? Буду рад вас увидеть Как вас зовут, Сица? Макс Макс Я фитнес-тренер Хорошо Я пришел к вам с букетом цветов Это розовые розы Символы Вдохновения Симпатии И это именно то, что мне хочется выразить В вашу сторону, Анастасия Вы же мой хороший Вот есть, конечно, классика Вот она неоспоримая Это когда мужчина приходит с цветами И делает какой-то милый комплимент Это тоже нужно уметь И мама посыпалась, походу, в зал Я даже не ожидала Чего, куда вы повернулись-то? Здравствуйте Здравствуйте Прям с картинки Да А? Геркунес Меня часто называют геркунесом Потому что мой розы Точно, очень похож Я думал, блин Он реально мультик-персонаж Мультик-персонаж Я пить хочу, пойду схожу попить Тоди у нас 4 сантиметра Как и соответствует Настоящему сибирскому парню Я из обычной семьи Вырос я в своем собственном доме С детства я был привучен к работе У меня у родителей И гуси, и куры Все, что связано с огородом С хозяйством Все было на моих плечах Красиво Ой, не знаю Вот мать на меня так смотрит Брат говорит, что я должна попробовать Объективно? Да, я вполне привлекательный парень Я это знаю Потому что я всегда вижу Как навстречу лупаются мне девушки И тогда даже считаю Сколько раз это бывает Но при всем при этом Я не зазнавшийся Я надеюсь, ты не душнила Никтое случилось Ого Как такое может быть Что за такой кортавость Скрывается просто греческий бог Я потеряла на речи О, вау Давай, вставай Да, речи потеряю Нет, просто Дело в том, что На самом деле я тебя увидел Повиноваться стал Я тоже Я тоже Все, он забрал ее Короче, победил Видел в ее глазах то, что я хотел увидеть Глаза загорелись Вот это джевание Всем пока Это было шоу Сердца Ивлеевой В общем-то самое быстрое шоу в мире Матери надо доверять Это душка Это обаяние Это просто красавица Слушай, на самом деле Ты не Он слишком Он слишком Как бы прям Ну, хорош Тут ничего не скажешь Ну, я надеюсь Там Такая мужская жавесть Как там Ивлеева Говорит 15 сантиметров Это полный пивот Где-то должен же быть минус Думаю Это просто театр одного актера был Поэтому не думаю Что я тут такая расплылась И ты мне там Типа понравился Ничего подобного Тут таких, как ты Миллион Тебе ничего там не надумывай 47 сейчас Все, давай Давай Сама провожаю Сля Ну что? Более чем успешно Да? Мое сердце поет Тебе повернулись? Да, естественно Ну, как иначе Я вас верю Удачи До следующей встречи На фоне охренних ребят Я явно буду выделяться Ну, я просто красавчик В принципе Что еще нужно? Такие парни Они очень самовлюбленные Я это прекрасно понимаю Поэтому с ним будет Отдельный Долгий Ну, короче К нему будет пристальное внимание Да, главное Долгий Мне кажется У него девок Просто миллиард Сто процентов Мутный тип Надо будет его раскусить Продолжаем Я была В отношениях Да, то есть Три года У нас сегодня Гаранщина Со свадьбой Леха Он вел Затворнический образ жизни И, естественно С кем поведешься От того и наберешься И я тоже Погрузилась полностью В отношениях Но потом я поняла Что это не круто Мне просто не хватает Ну, людей Не хватает жизни Какого-то кислорода Скажем так Это не вопросы к Леше Это мой был выбор И мы разошлись Ну, да Хорошо сказала И вот я иной раз думаю Блин, а вот может быть Ну, нафиг эти отношения Зачем это все нужно Мне никто не делает голову Я никому мозги не выношу И что? В этом нет никакого счастья У тебя нет топлива Это все равно Что машина без бензинов Вот у тебя стоит ламба А ты на ней проехаться не можешь Так же и жизнь без любви Но не получилось у тебя С одним человеком Жизнь построить Это же не значит Что второй раз Мне надо выходить замуж Надо выходить Я за то, чтобы пробовать Что-то новое Нет, короче Ну, вот этот тип Для меня прям Ну, кринж, блядь Просто Даже я как бы Вот эту тему Я везде виделся Вставка, реклама То есть одеться Как бывший Придеть туда Ну, не смешно даже Короче Это прям очень странно Ну что, привет Здрасте Здравствуйте Меня зовут Тема Мне 22 года Вопрос Вы же понимаете Что у нас есть Разница в возрасте Будут писать Что вы мне годитесь Сыновья Или еще что-нибудь Вы Как вообще на это смотрите Чтобы стать моим сыном А какая разница Кто этот человек Вообще напишет Мой хороший Потрясающий Блин Вы Приняли решение Поверных Реакция врата Бесценна Красавчик Молодец Ну что, я пропустила Жестко Что? Что я пропустила? Что там такое? Ты прям Хорош А почему так? А само Вообще само Это само Не могло Произойти Просто вот так Что происходит? Какая прелесть Стой Блин, это ужасно же Это уже ужасно Этот парниша Может быть потенциально Моим парнем? Ну, как бы Может быть Опыт как бы есть Я скажу так Таких Ну Немного Два Очень похож Чертовски похож Я в шоке Нет Объясни мне Пожалуйста Почему Ты так выглядишь? Ты специально так сделал? Ты же знал? Клянусь нет В смысле нет? У тебя образ Такой же Я с этим хожу Месяца два уже Ой Нифига Нифига себе Я вообще не знал Прическа еще Да, подходит Вот даже если он видел Ну, допустим Внешность Он же Нет никакой коррекции Это его внешность Окей Ты проходишь дальше Но На этой волне Дальше точно Как бы Прокатиться не получится Тебе нужно будет Продъявить свою Индивидуальность И харизму Спасибо Я хочу тебя на 360 Очень жестко Я что-что Вот такого Я не ожидал Ты что Расстроилась? Угу Ты не умер Своего спорта Он носичку нашу Боже Как будто он умер Юминка такая Вешенка Ты чего? Маленький ЛД Только пришел Да мама Это не смешно Ну правда Не Да солнышко мое Ну успокойся Ну надо Дальше их выбирать Не знаю Это дурацкая Просто Затей была Ну была А что Теперь Ну жая Да что Перестань Темочка Это же Это я Тема А не Леша Мам Как-то это все должно было позабавить А это не смешно Все Я тебя люблю Насть Что случилось Что именно тебя задело То что ты прям Настолько похож Ну как-то Я не знаю Как тебе объяснить Понимаешь Для меня Ну отношение С моим Бывшим мужем Что-то такое Очень Ну Я не знаю Какое-то очень трепетное Такое знаешь Сокровенное Оно не грязное Оно не опошленное И Пойдем Пойдем Мы не ожидали Что появление двойника Элджея Так расстроит Нашу главную героиню Порвать хотели Да Не получилось Убедить Настю Взять себя в руки И продолжить Отбор претендентов На ее сердце Личный водитель Поднятая тачка Приветики Зовут меня Диман Хулиган Мне 25 лет Я уроженец Алтушки Ну ты так Не рассекай Я не Настя Меня не надо удивлять Я не хочу Там показаться Какой-то быдлый Супергопник Нет Я парень Достойный Порядочный человек Хочу жениться Мечтаю о детях Я боюсь на самом деле Потому что они такие Маленькие Хрупкие Я не знаю Что Легко сломать Ими делать Но дети Это все Цветы жизни Вот так Приветствую Привет, Рома Диман Хулиган Хулиган Да Ну что, Дима Хулиган Эффектно появился Чем удивлять Собираешься Анастасию Помимо Эффектного подъезда Я пацан с района Обычный Будем удивлять Своей искренностью На тысячу процентов На тысячу и один процент Пожалуйста Отправляйся Удивляй Я надеюсь понравится Чей Давай Если проблемы будут Набери мне, хорошо? Топ Окей, хорошо Я любыми путями Достану деньги И никогда Мать Конечно, ночью Кого-нибудь вырубишь В дворе Девушка Моя семья Голодать не будет Если кто-то Палки в колеса Будет ставить Я стоять Смотреть не буду Я подойду С локтя Его вынесу Я хочу занять Первое место В сердечке Настюшки Ивлеевой Настя, записал себе Этот трек Я творческий человек Ну, бит, естественно Там мне пацанчик Подогнал Биты я не делал А всю текстовую Составляющую Сделал сам Хочешь с тобой По всем знакомым У тебя стиль Пацанские девчонки У меня жизнь Воровые хобби Ты моя звезда Моя вселенная Твои весушки Выглядят как шот А мне Чуть-чуть Забыл слова, естественно Но в моей кофте Три полосы Запнулся Но у меня там были байки Ну, они все вытянули Ну, был не на ход Ну, что могу сказать То есть он сравнивает Любовь с ненайденной закладкой Любопытно Настюша, ты действительно Очень прекрасная девушка Я не спал всю ночь Спасибо Он не растерялся Сразу начал заполнять Вот это пространство Классным настроением Вот это мне понравилось А как вас зовут? Меня зовут Диман Хулиган Диман? Да Ну и к тому же Какая девушка откажется От парня Который посвящает ей песни? Вау Просто в жизни Еще лучше, чем на видео Я начинаю верить То, что любовь С первого взгляда Она существует Настюшка, эти цветы Я хочу подарить тебе Моя дорогая Ты очень классно Выглядишь Немножко обнимательнее Я действительно Как тетя на юбилей Действительно искренне люблю Настю Ну, люблю Громко сказано Действительно искренне Она мне понравилась Здравствуйте Меня Диман Хулиган Зовет вас Анатолий Очень приятно Эти цветочки вам Вот Очень приятно С вами познакомиться И матушка, и брат Очень порядочные люди Видно сразу Просто фонтан эмоций положительных Слушай, ты сам написал эти строки? Я на самом деле писал Несколько дней эти строки И действительно мой идеал Я ни в какие чувства не играю Я рэпер, боец И немножко блогер Покажу всем Кто настоящий мужчина Такой рэп мне еще никто не писал Это правда Это хит Сто процентный Базарю Спасибо большое Ну она в этом понимает Мне очень приятно На самом деле Я знал, что она заценит этот трек Можно тебя обниму еще раз? Ну Ну давай Без лишнего Просто обниму Позволение Маточки брата Да, но на сегодня Ты уже много себе позволил Да и я что-то разошлась Мне кажется, что это я В мужском обличии Если честно Сто процентов Короче, Диман классный Ну не расслабляйся Класс Настюшку буду добиваться Я посмотрю Есть ли он вообще На ютубчике Нет, Диман хулиган Он найдет меня потом еще Или песню напишет О Есть практически Первая драка Саймон Вес Диман хулиган А, он то есть выступал еще Где-то Полный газ Дима хулиганов Поп Паши техникам Там они Ну О Дима хулиган Ответил Агелу Нет, тип серьезный Походу Реально Тут надо Поаккуратнее За языком-то следить Не, опасный Опасный пацанчик Прям реально Просто любыми способами Будем рассчитывать На победу В любом случае Но он немножко С придурью И мне такое тоже нравится Ну что, удалось Парню с района Завоевать сердце Настюшки опасности Братское сердце На самом деле удалось У меня очень много эмоций Меня до сих пор трясет Я безумно рад Вообще То, что она сказала Да Все, ты в проекте Тебя поздравляю Все, рано Увидимся Давай, родной Брат Все Спасибо, Настя За то, что мы В безопасности Вот многие говорят Что Настюшка Там любит Так сказать На райончике посидеть Семечки пощелкать Конечно Я и леди могу быть Но тоже Не каждый парень Может как-то Красиво По-районному Поухаживать И не быть гопником А именно быть Каким-то таким Романтиком Лишь бы не ревновал Романтиком с района Что он будет Розочки делать Из голов Своих соперников Кстати, белые розы Терпеть не могу Блин, я же обещала Себе не быть Всем привет Меня зовут Голиков Василий Мне два Что-то бойцы Одни пошли Прям жестко 28 лет Я из города Москва Первым делом Я впечатляю Своими габаритами Потому что Рост 205 Размер ноги 51 Третья Это весло просто Блин Я уже лично Настю скажу После этого Уже Уже Смотрим на юмор На ум И на голос Разброс Как можно впечатлить Настю Достаточно обширный Я внутри Очень добрый Отзывчивый Заботливый Мужчина Да Просто Ладошкой Могу дом сломать Так что Настя Готовься к встрече Просто Сморкается И там Ребенок тонет Добрый вечер Раз Раз Здравствуйте Меня зовут Василий Мне 28 лет Я двухметровый Айтишник То есть Она на фразе Айтишник Повернулась Добрый вечер Братик Ты что тут делаешь Как дела, ребят Что это за прикол Настя Я тебе кое-что скажу Это Мой бывший Твой брат Нет Это мой друг Я напряглась Блин Не дай бог Это кто-то из пацанов Которых я растила Просто с 15 лет Это бы конечно Была бы катастрофа Спокойно Обратно Домой Домой Не, ну это так не работает Домой Домой Вот и Василий Василий С Толей Мы друзья Так, а где вы познакомились? Мы познакомились Несколько лет назад Когда стримили Одну и ту же игру Вы Стример? Это хобби Я айтишник Я написал ему в два ночи Когда узнал Что он тоже стримит игры И я подумал Что мы можем друг другу помочь И у нас как-то вот зашла беседа И все вот пошло-поехало И вот я здесь Привет Представляешь Я еще и повернулась Ну он крутой Что-то в тебе есть? Что-то 51 размер ноги Потрясающе Намек Богатырь Айтишник Классный парень Это комбо Надо брать Слушай, ну он правда А будет кого-то минусануть? Нет? А то что пока Полчаса смотрим А минуса ни одного нету Просто написал тебе Потом только узнал Что я твоя сестра Да, это уже было-то давно Это когда только-только Я начинал стримить Но он Крутой А ты знал, что он придет на кастинг? Вот это сюрприз, конечно Василий Интересный кандидат Конечно, еще стремно Что это как бы мой друг А там моя сестра Но все-таки он мужик Я просто из контекста вырвал То, что он Просто стремно Что он его друг В первую очередь Уже много чего он там добился И добро даем Так сказать Ты говоришь Вот сеструха Желаю тебе найти свое счастье А сам такого пацанья Запрятал Гномика такого, да? Ты мне тоже жен не находил? По фактам По фактам Идем дальше Мне интересно понять Какой сейчас мужчина Какой менталитет ухаживания Мне кажется Нет какого-то образа конкретного Потому что реально Если вспомнить всех моих бывших Они супер все разные Есть какие-то просто образные типажи Вот Бутусов красавчик Он в молодости сейчас Просто охотный Мне нравятся такие Скуластые Такие ярко выраженные Интересно Игорь Саванец придет на кастинг Он такой Ну В одном шоу у меня не получилось Возможно здесь я найду свою любовь Не знаю Маяковский Мне кажется Если бы я жила бы Во времена Маяковского Я бы на него запала Он такой Напоминаем Что Маяковский Застрелился за женщину Поэтому Ивлеева по факту Хотела бы убить Маяковского Мне нравятся парни Вот с большими руками Ну такой вот он Что прям Ну и не богатырь Такой не перекачанный Чтобы в меру было Как будто вот он такой Сам по себе крепкий Конечно И внешность не главное Но для того Чтобы произошла стыковка Мне это важно Чтобы был человек Красивый Весокий Широкоплечий Легкий на подъем Короче Чтобы он не был душнилый Вот сто процентов Потому что Я же романтичная натура Чтобы вот гулять любила И мы такие Я говорю Пойдем гулять Он такой Пойдем В общем сидение Вот в этих ресторанах С как бы поеданием Крабов и омаров Это прикольно Но это наверное Не совсем про меня Для меня важна Искренность Я хочу быть собой Потому что Как бы это банально Не звучало Но это правда Важно и сложно По настроению Я могу быть Очень такой грубой Железной леди Быть какой-то Роковухой Или пацанкой И все равно Ты Живешь в образе И ты постоянно О нем думаешь И боишься Из него выйти И это не дает тебе Возможности Расслабиться И принимать решения Как-то интуитивно Органично Поэтому Моя задача А Классно выглядеть Б Иметь умопомрачительную фигуру Потому что Когда ты топовая Это топовая Ну и в-третьих Расслабиться Рально быть собой Если мне что-то будет не нравиться Я об этом скажу Если мне будет смешно Я буду смеяться Если я захочу плакать Я буду плакать Так что Я в поиске Классных Честных Искренних Отношений Рома Очень приятно Выглядишь класс Огонь Сразы на деньги есть Чем собираешься удивлять С собой Вопросов нет Настя У нас звезда Которая давно мечтала По поводу конкурентов Звезда Которая достать хочу Плюс на Все мая Я не почу Сиять будешь только мне Так как я пшал На русском Это будет король королей Так что Настя Я веду с тобой Приветствую всех Здравствуйте Меня зовут Эмиль Мне 32 года Друзья меня называют Принцем Персии Так как я Сижу все время в Чехане Здесь из Ирана У меня никогда не было Отношений с молодым человеком Другой национальности Мне интересно Пообщаться с людьми С другим менталитетом Я отец прекрасный Дочурки пятилетные К сожалению Ее мама не была такой прекрасной Поэтому она уже бывшая Просто нужно было До начала Я думал Эти плюсиков Это не прибавило Мне кажется что была Помощь с мамой После свадьбы второй день Мама вот так смотрит на нее Ну ты по росту не потвоишься И все время мама шутила Но в шутках Говорила про Вот я с сыном еще раз Поженю высокую Красивую Такую Которую мне нравится Которая подойдет Сюда приехал Приехал предложить Руку и сердце Вы пришли сюда С предложением руки и сердца На 50% На 50% да Потрясающе Пожелите пожалуйста У меня мама просто Прекрасная женщина Я прощена Да куда ты Могусь мамой затусить Знал что мама будет здесь Я бы Прошу прощения Я бы взял еще один букет Извините Я не знал Честно Я не думал Ну тут можно сыграться Миль нормально Так можно сказать И Настя Ты конечно Меня извини Но этот букет Именно надо подарить Той женщине Которая родила Такую потрясающую Звездочку Поэтому Вот мама Держите И все Там будет группа поддержки Я думаю Настя будет одна Но я понял Что это моя фишка Если буду Завочаровывать ее маму То Все в моих руках будет Это потрясающе Почему именно Вот вы решили Что я вам подхожу В роли супруги Даже на 50% Я вообще Оторваю Сорви голова Я не домашний человек Совершенно А мне кажется Он такое больше Как раз Женщину Ведет В таком формате Очень нравитесь Прям безумно Завораживает Ваша улыбка Ваш смех Этот громкий Ваш юмор Ваша красота Я хочу попробовать Свой шанс А для Насте Горы свернете? Для меня следа А для меня Пол горы Для вас душу отдам Ой какая прелесть Мама Как же Настя Да маму Да что маму Что ты слишком добрая Господи Ну всем поворачиваться что ли Я начал уже переживать То что Настя долго не поворачивалась Думала Как так Я и так И всяк про себя говорю Я прекрасно готовлю У меня в планах Открыть Здравствуйте Все эти рестораны Здравствуйте Ничего Пловную Плов умеете готовить Могу 4 вида плова Потрясающе Все мы женимся Плов это моя любовь Когда парень готовит 4 вида плова Простите я попробую все Пока не попробую Эмиль отсюда никуда не уйдет Здравствуйте Женщина огонь Уже на 75% Готовы жениться на ней Потому что она прекрасна Это от цветочки маме наверное Давайте лучше маме Она же родила Такую прекрасную дочь Ой А я о чем говорил А? Ну ну вот амин Сток Это мужчина У него шансы есть Спасибо Увидимся в следующем туре Настя Я тебе подарю звезду на небе Я думаю что Не пожалеешь Выберешь меня Красиво будет ухаживать А что говорить Да и дари звезду Мы ждем Давай Давай звезду Все говорят А где звезда? Ну и раньше В моей жизни еще не было Это может быть Интересным экспериментом Ой А сколько что У меня 52 Я не звезда Я ему сказала Кастинг закончил Тем не менее Кастинг продолжается И встречу с Настей Ждут не менее Достойные мужчины Пацаны Пацаны Кресло Кресло Качали Да У меня уже биток пошел Посмотрим Кому из них повезет И кто продолжит Борьбу за сердце И влияние Здравствуйте 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 Меня зовут Антон Я из Петербурга Я очень старый, видимо Занимаюсь сейчас мясом Вы мясник? Не мясник, нет Продаю мясо Возможно, если Анастасия повернется Она меня узнает Ну что-то как-то пока не хочется Поворачиваться Я парень воспитанный Интеллигентный Душевный А откуда мы знакомы? Я отдыхал там, где ты работала Отдыхал, где я работала? Да Не, вообще это интрига На самом-то деле Работала я в клубе ночном Все верно Ты мажором был? Ну, да Смотри, как жизнь распорядилась Мальчик В тот вечер Не цепанул тебя Вот ты А я добиваюсь своего Да, да, да Хорошо Что тебя сюда привело? Ну, ты Ты привела Что всегда нравилось Симпатиям Почему только сейчас Пришли они Тогда Ну, я могу сказать честно Мне просто была симпатия К ней всегда Я ее почти никогда Наверное, не проявлял Так очевидно Чтобы это было Ну, и вот и все Видел штукасник Подожди, а что ж ты тогда Не рискнул, когда я работала? Потому что Мы могли бы вместе отдыхать А не я бы работала Ну, потому что я был Совсем Я был совсем Не серьезен тогда И Ну, и не искал Суду отношений Поэтому я тебе не писал Я честно скажу Я хочу просто тебя увидеть И понять Кто ты Это Просто любопытство Но ты не заинтересовал Меня как мужчина Значит, дай шанс Другому Кто тебя заинтересует Тоже верно Ну, Настя Тебе решать Дай шанс Другому вдруг Пойдет Какой-либо А этот свой шанс Уже просрал А у него было Вот так вот Короче, мам Мне кажется, что я ничего не теряю И в принципе шанс Я могу еще дать В следующем туре Но на весняка Я должна посмотреть Господи, надеюсь Ты топовый Я так и знала Ты не изменился Антон Мой товарищ Из прошлого Честно сказать Это не какой-то там Классный, офигенный чувак Чтобы просто Честно сказать Это не какой-то Классный, офигенный чувак Нести с тобой Ужины Вообще Это прикол Объясню почему У меня реально Есть возможность Вот этим всем Которые ко мне подкатывали Когда я работала В Петербурге В клубе Натереть нос Конечно Сейчас Эти пацаны Приходят на проект Чтобы бороться За мое сердце Так вот Я скажу вам так Вам будет сложнее всего Пацаны Правильно Туда их Меня зовут Эдвард Хамитский Мне всего 22 года И у меня нету вкуса Я понял И я пришел к этому Чтобы покорять Твое сердце Ты только что покорил Сердце моего брата И моей матушки Не останавливайся Го Давай Шинкуй Я приехал сюда Из Беларуси Буквально два года назад Работал обычным таксистом Угу Лянир с Балашихи Давай У меня вообще ничего не было Я поставил перед собой цель Я начал делать Я вот всегда кринжуюсь Таких типов Всегда Ты еще фильм про себя Потом сними Я был обычным таксистом Просто шел Шел к своей цели И так сказать Крутил свою бараночку Делать И я не останавливался Вообще ни на минуту И Дошел сейчас досюда Потрясающе Это только что был Один из лучших Вообще Хип-хопов В моей жизни А чем ты занимаешься? Айти-сфера Ого Господи Как сейчас С айти-сферы Это все сразу Подмокают Может Ну и Это блогерство Может устроиться Айтишку Ты симпотный Спасибо Я не могу сказать Что он там Какой-то прям Писанный красавец Но вот это Как раз таки Тот момент Когда энергетический Внутренний Человек так заряжает Что ты вообще Не обращаешь Серьезно? Внимание На его внешность Классный чувак Ты лучший Спасибо Вот сердечко Тебя отправляют И все Спасибо Не знаю До встречи Слушайте Ну все Достаточно Просто того Что человек На бодром На позитивном Зашел Просто зарядил Энергией Просто Чего выспался Слух Три татушки Три татта Три татта Три татта Меня зовут Сергей Мне 33 Я занимался Спортом У меня произошла Тяжелая травма Я был на грани Жизни и смерти Какое-то время Вообще Не ходил Процесс восстановления Был около Трех лет Но мне очень помогла В этот момент Как раз музыка Да у него банки Просто Смотрите Такое ощущение Что он просто Скорее всего С своими накачанными Сисиками играет Наверное так На пианино А не руками Вообще Здравствуйте 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 Но вы на пианист Не похожи Меня зовут Сергей Я вообще Продюсер Но вот Очень люблю музыку Это вот Мое собственное Произведение было Почему вы решили Подобиться сердца Юрия Она мне Как бы очень симпатична Как человек Ну то есть Сначала люди Мне кажется Должны друг дружке Понравиться внешне А дальше уже Они узнают Друг друга Ну душевно Да конечно Люди должны Друг друга Сначала увидеть У вас была Такая возможность А я совершенно Не знаю Как вы выглядите И несмотря на Вашу потрясающую игру У меня как будто Ну если честно Да Как бы на собеседование Как будто Пришел Внутри этого Мэтча Не произошло Мне скучно Я как представлю Что я трачу вечер На такого человека И мы сидим И не разговариваем О чем-то веселом Нет До свидания Однако Настя упускает Из виду Что по условиям Проекта Ее родные Могут один раз Применить правила Вопреки Один раз Твоя мама И твой брат Могут сделать выбор Из-за тебя Если буду считать Что парень Тебе подходит Даже если Ты к нему Не повернешься Интересно Как поступят Мама и брат Нашей главной героини Ты за? Да Я тоже не против Но мы за И вы проходите Во второй Спасибо Ладно Это по твоему Если не за Потому что Это завтра Грог зарубит Кто это? Это не чел Который Владеет этим Как его Ну Розовым кроликом Прошу вас Да Чуть-чуть ко мне Еще чуть-чуть сюда Еще чуть-чуть Вот так А вот Здрасте Здрасте Максимилиан Эффектно появились Эффектно выглядите Просто вот этот чел Я про него выпуск Вроде снимал Там обвинженными Спасибо Чем будете удивлять Нашу потрясающую Анастасию? У меня столько сюрпризов Для нее Столько подарков Личико-то свое Покажите нам Кто скрывается Под маской Вот и Максимилиан Да-да-да-да-да Если что С этим чуваком Есть выпуск В обвинженными Если кто-то не видел Похож Похож Я бы сказал Вот эта версия Выглядит моложе Чем вот эта версия Благодарю Слушайте Ну отправляю вас К Анастасии Пожалуйста Все эффектней И эффектней Девочки Азбабахайте Чего-нибудь нам Давайте Привет, Овеста Овеста Это духовно Твое имя, Настя Это жесть Ты фигура Политического Мирового масштаба Вселенского масштаба Ты можешь Изменить мир Лучшую сторону Запоминаем Все это значит И так И на Простите пожалуйста Ну понимаете Когда вы заходите Где Просто Сходу да Извини Крась, что перебиваю Ну просто К тебе заходит Какой-то чел Ты с ним стоишь спиной И он тебе начинает Какие-то шаманские обряды накидывать Девочки сразу С такими Титаническими комплиментами О том Что она чуть ли не мессия Должна спасти мир Но это несколько отпугивает Но я наверное скажу вам нет Угу 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 Окей Принимай Любой вариант Ну что Как все прошло Они у меня что-то еще упали Там разлетелись Ого Да мне надо забрать их Блин У меня все Куда разлетелись Это было очень странно То есть Чем там потерял Вообще Очень боюсь таких мужиков Короче Не наш вариант Нет конечно Где ты наш Принц Появися А что два Двое? Потрясающе А вас двое? Совершенно верно Мы двоем Интересно А как же вы ее делить будете Если она нас выберет Мы друзья Мы договоримся Мы договоримся Ну как говорится Мой дом Твой дом Да моя Настя Твоя Настя По старшинству конечно Он старше Я старше Сперва нужно поговорить с Настей А дальше мы примем решение Не смею вас задерживать Кринджови чуваки Кринджови Да мы друзья Мы поделим Все нормально Нашу любовь Ну что могу сказать Настоящая мужская дружба Блин Неразделима Вот там он пример Даже женщины А ну пополам пилят Вперед И с песней Спасибо Меня не собьете А как же это получается А если они ей оба понравятся Меня зовут Дмитрий Мишарин Мне 42 года Безусловно Я не то что верю в удачу Вау Я и есть удача Удача со мной По жизни Я являюсь главным Карлсманом Северной столицы России И пришел сюда Забрать своего малыша Как-то По-педафильски Настя Мне уже нравится Ну это было странно И мне показалось Что мы как будто лет 50 Сим-сим Откройся Слушай Я повернусь к этому Харсу Вот открылась Как тебе такой Сим-сим? Довольно Мило Очень приятно Очень Даже очень Дочка нравится моя? Ну конечно, я бы здесь не был Если не нравилось А что вы готовы для нее сделать? Ну для начала Показать самую Романтическую крышу Нашего города Санкт-Петербург Мне не хотелось бы Дочку на крыше увидеть Мне бы хотелось бы Ее в замке Каком-нибудь В домике Вот приличненько Новообаятельный Добрый вечер А с какого лет Простите? Мне уже Нет, мне уже Мне всего лишь 42 года Отличный возраст Для мамы Подходит То есть у вас все впереди Мам, ты для себя ищешь? 100% Я для тебя, конечно Дмитрий Терпеть не могу Когда меня называют Малышом Поэтому просто Автоматическое Нет Ну что, ничего Другой шансы есть Может там попилят Нормально Что ж Дмитрий потерпел фиаско Посмотрим Может его друг Окажется более удачливым Меня зовут Андрей Коршунов Мне 31 год Я из Санкт-Петербурга Так как я свободный Тоже холостой Так что Надо попробовать Анастасия Я на самом деле О вас Немногое знаю Но Вас видел уже А зачем вы тогда сюда пришли Раз вы немногое знаете Ну Я знаю, что вы Медийная личность Очень популярная Мне очень интересно Будет с вами Вы Достойная Будущая девушка И Остает Толщитый рот Не открывал Честно Блин С Карлсоном Куда не шло Но тут Только знаете Увидеться с вами Вживую И поближе Познакомиться Андрей На груди Можно расписаться Еще Милый Дорогой человек Мне кажется Что Просто Какие-то кринжи Пошли Боже мой Вообще Ужасно смотрите Я вам не очень-то Не нужна Я серьезно Отношусь К этому проекту Два друга Просто Слетели Боже Поэтому Они ни с кем Не дружат Больше Потому что С ними Никто Разговаривать Не хочет Ну я правда Хочу Чтобы Ребята Которые Здесь Остались Они были Замотивированы И Ну это Было Как-то Попопо Че там пошло И так Серега Че делаем Лошадей Надо как-то Окупать Ты искренне Такие Мне кажется Пацаны Приходят Самый Не знаю Для чего Возможно Просто Для того Чтобы пропиариться Ну можно Давайте Следующего Надо Кого-то Поинтересить Я думал Сол Джейм Как бы Тема дурацкая Нет Вот пожалуйста Впереди Меня ждет Новый этап Экспериментального Шоу Сердца Ивлеевой И это Скажу я вам Очень волнительно Начало проекта Новые эмоции Новые люди И их очень много И сами понимаете Когда в одном пространстве Скапливается много людей Лиск возникновения ОРВИ Возрастает А мероприятие Для меня важное Поэтому у меня С собой есть препарат Который еще Ни разу не подводил Кагоцел Современный Противовирусный препарат Вау Прикольно То что она просто Во время ролика Рассказывает Что пьют Какие-то лекарства Чтобы не заболеть Это очень важно Беспокоится о нас Который уже С первых суток приема Начинает снижать Выраженность симптомов гриппа Ясно, да Хотела какую-то твою шутку сказать Забыла все сразу А что происходит? Здрасте Сюрприз Во-первых, как вас зовут? Меня зовут Артемий Очень приятно Марина Очень приятно Это моя сестра Ах Меня зовут Артемий Каташинский Мне 26 лет Я трехкратно Мне надо было все добавить Я с ней сплю Вот И там уже Он мира по спортивным танцам Мы с сестрой Всю жизнь танцуем вместе И работаем сейчас вместе Марина Она с характером И поэтому для меня Не составит труда Найти контакт С такой сильной девушкой Как Настя Маринского Так, Чем Я тебя не отпускаю Пора уже занимать сердце Невозможно Да, типа Я тебя передаю А нравится Да, Настя Безумно Все Я молчу Вам удачи Фу Отлегло Брат и сестра Я-то думал Что они будут ее тоже делить Как эти два друга Настюша Настюша, привет Здра Вот у парня голос женский Копец Твое сердце хотят похитить Не только мужчин А ты потрясающие новости Расскажите поподробнее Об этой ситуации Ну ладно Не будем томить Привет, Настя Дело в том, что у меня есть Очень добрая Красивая сестра И она сказала Тем Передавать буду в руки Тебя только со мной Поэтому Опачки А че этого осуждать Ты же тоже пришел С братом своим Пу-пу-пу-пу-пу-пу Представляющая Но понимаете Дело в том, что Я вот не люблю Допустим Маменькин сынков Там Или вот Что-то из такой оперы И если Ваша сестра Пришла вас отдавать мне То она и с нами Дальше по жизни пойдет Блять Я сейчас просто У меня ужасная шутка В голове, конечно Ну типа Это просто шутка Он просто Он как бы Было бы ужасно Я просто представил Почему он ходит все время с сестрой Потому что она как бы На инвалидном кресле Просто привозит Вот И он без нее Как бы никуда не может И он такая Я не могу Вот ходить с маменькинами Сынками Мне не нравится Он такой Да Ну И просто Поехали отсюда дальше Такие Веселые Разрывные На самом деле Настя Я взял с собой Марину Чтобы подарить тебе Танец Показать свое мастерство Которое я исполняю С ней в паре Мы очень много лет Танцуем вместе Ага Ну Я пока не могу Повернуться Но Может повернуться Моя мама Или мой брат И оценить Ваш танец Сеструха Оценить Повернулся брат Наверное Его задело Все-таки То, что Со мной сестра Я бы на месте брата Тоже повернулся Он все правильно сделал Пацаны красивые Да Хорошо Делаешь Повка дергает Вау Без Настя Так хотелось Чтобы она увидела Это Он знаменитый Да Он такой танцор Ну что Расскажите Блин Обидно Что некоторые челы Ну приходят Ну приходят Реально просто Пропиариться Там что-то И еще Вот Будь ли прям Чуваки Которые вот Искренне Прям Ну Просто Она ему Вот нравится Он смотрит Фотографии Думает Блин Не могу Вот просто Нравится Ничего за ним Сделать Не могу Ты как Молодой человек Красивый Энергичный Здравствуйте Я трехкратный Чемпион мира По спортивному танцу Ты любишь чемпионов? Трехкратный Я думаю Я думаю А какой у вас Рост? У меня 177 Так Ну вы выше Меня на 3 сантиметра Это повод повернуться Я сейчас Оскорблю Обесценили Мой маленький Рост Здрасте Блин Она такая Как я себе Представлял Она реально А как Иначе Живая Позитивная И стержень Нутренняя И вот Все в ней Такое Настоящее Да допустим Могли бы Сейчас Два пас Танцевать Даже Когда Добальный Два движения Ча-ча-ва Тоже трек Ча-ча-ва А вы можете пригласить Конечно Могу Что-то мне кажется Моя жена Мне этого не простит А он женат Вот А я могу Ча-ча-ва А вот это Пофига Как ухо Ча-ча-ва 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 Ну не важно Классно получается Я добавила своего чего А ты никогда не танцевала? Нет А откуда такие данные тогда? Оооо Ты посмотри А там прям Эту попочку Целует Только нижний брейк Спасибо 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 ребят Проходите Дальше Вдвоем Будем вместе Сходить до свидания Артем Вас познакомить Они просто собрались Кивлеев Что не посмотришь У каждого Битца Вот такая Настя Не ну это неплохо Ладно А добря Где мои 16 лет? Очень сложный вопрос Я буду в США и Черногории Специально прилетел Познакомиться с Анастасией А скажите пожалуйста Вы состоятельный Или богатый человек? Я думаю Что я состоятельный Сколько вы зарабатываете Ваш доход Ну в месяц 160 тысяч Ну и что тебе Ты без такла А я хочу Чтоб Не ну мама Конечно рубит Нормально Ну а как хочет Если она хочет Обычного парня Она Ну Фури нормально Муж у тебя был Обеспеченный Что Не ты пахала на мужа Он бы на тебя пахал Да господи Мама Это вообще не важно Это важно Это не важно Да наверное Все таки Это отчасти все таки важно Не будем отрицать Давайте реальность Ивлеева зарабатывает много Она медийная Соответственно Если чел будет зарабатывать Там мало Рано или поздно К этому разговору Тебе придет Либо он будет не очень Либо так Чтобы они вот Ну смирились с этим Оба Это конечно стоит Дорогого И нереального Ну чего-то вообще Прям такое Ну Наверное есть такие люди Наверное единицы Но я вот прям Не особо-то И верю в то Что Как бы Такое возможно Как настроение Тигровое Ай вот так Ой бля Почему он сделал А стыдно мне Боже мой Все этого достаточно Две Врача вызывайте Вы Настя Меня зовут Женя Бабков У меня всегда такой веселый У меня много энергии Но вообще такой маленький секретик У меня сегодня день рождения 31 год Официально С днем рождения Тебя С днем рождения Тебя Ну-ка покрути бедрами Я посмотрю на мамину реакцию Не делай так Могу еще Могу по кругу Нет По кругу не надо Это позже Что вообще нравится Вам нет А что привлекло Что тебе классное Да? Конечно Слава богу Жекотки в деле Батя сделал Своё дело Тигр в клетке Ну все Пошел Тигр в клетке Может я и другое имел ввиду Хвастаться Посмотри Танцор конечно Никуда Это правда Меня зовут Андрей Мне 28 лет Я приехал из города Ростов На Дону Живу в Москве Уже пару лет Я хастлер Слышала что это такое? Да Так Частично Короче я увлекаюсь Разной всякой движухой И умею зарабатывать На этом деньги Слушай Было бы прикольно Посмотреть друг другу В глаза Зай понять Вообще интересно Или нам общаться Ну тебе это точно Должно быть интересно Общаться Ты же пришел сюда На проект А я уже подумаю Ну повернись Ну нет Так это не работает А ты такой Уверенный в себе Да мальчишка? Не на самом деле Просто я стою Бабушки на мажорелье В розовой майке Но это очень красиво Тебе понравится Я старался Не ну кстати стильно Выглядит стильно Если честно Мне нравится Почему ты подумал Что мне понравится Розовая майка И бабушки на ожерелье 9 из 10 говорят Что бабушки на ожерелье Бомба 9 из 10 девушек 9 из 10 людей Которые сегодня Меня красили И одевали Ооо Ты накрашен? Ну чуть-чуть Ну в меру Но мои ростовские загоны Не дают мне краситься Сильнее чем я Вот это хорошо Ну мне кажется Ростовские загоны Вообще даже не позволяют Об этом подумать И возможно Даже не позволят Надеть бабушки на ожерелье Хотя Если это снято С мертвой бабушки Это как уже типа память Это другая история Очень дерзкий чувак Если что Это как бы Просто мои загоны Шутка Шутка Совершенно какой-то Неправильный Неожиданный Нетипичный Он такой Плохиш Скажите пожалуйста Вы к проекту Сердце Ивлеево Относитесь Именно как к шоу? Мне хватает внимания Чтобы просто так Заниматься торговлей Лицом на проекте Я пришел к Насте Звучишь ты конечно Краса Мощно сказал Очень интересно Так хорошо владеешь Языком Языком Это правда Я вел тренинги По пикапу В городе Ростов-на-Дону И я думаю Что ни одному Я думаю Этим тебе гордиться Не стоило Чувак Сейчас тебе Ну нет Он конечно не мессонут Наверное его Просто заинтересовал Он что-таки этим Псятку девчонок Я травмировал Нервную систему В один момент Ты хороший Ты такой хвастливый чувак Мам Вот ты почему Не поворачиваешься Что? Блабу Пиз*** Блабу Потому что Вот и не хватает Мне Он абсолютно Мне не понравился Как елочная игрушка Ей-богу Дерсость Борсость По факту Упадет Разобьется Сразу Какая-то невоспитанность А ты почему Не поворачиваешься Мне пока Абсолютно неинтересно Здесь всегда И есть Такие парни Конечно Хвастовство Это Не то что я ищу Не то что мне нравится Но Я люблю Плохих парней Я думаю Что мы можем Попробовать Что-нибудь С этим сделать Я тоже так думаю А почему К тигру В клетку его Давай Смотришь в нее глаза Ну я немножко Наконец-то Я увидела вживую Что такое Когда тебя боятся мужики Это прекрасное чувство Здрасте Но меня это еще больше Мотивирует Сказать тебе да Но знай У меня к тебе будет Особое приставное внимание И научись смотреть мне в глаза Пожалуйста Пока Договорились Ты так настроилась Как будто я забеременела Да почти Причем непонятно от кого Всем потный хоть Аааа Вы же не видели его Ну глаза у него конечно просто Но у него и речь такая же Есть вот мальчики Позитивчики Энерджайзеры Батарейки Есть рояль А есть вот Андрюха Я вас знал еще до момента Я с самого детства Надо было сказать За тобой смотрю Когда вы стали Анастасией Ивлеевой Так И я просто помню Вот эти эмоции Как после нашего Боже ты что у деда что ли Украл наряд Первого свидания На теплоходе По Неверике Я пришел потому что Мне кажется Наша история Не законченная А почему вы тогда Не продолжили Я пытался У меня был косяк Который я поступил Не по-мужски Опа А потом я пытался Несколько лет извиниться За это Алексей Но я Эх Леха Леха Говна лепеха Иди домой Считаю что Есть еще за что Отыгрываться Согласен полностью Иначе я бы себя не чувствовал Виноватым до сих пор Правильно В том числе Поэтому я сюда пришел Потому что Чувствую вину Есть Да Потому что я поступил Как какой-то мальчик А себя Позиционирую Уже как мужчина Надеюсь Больше вы не будете Моя сестра Та ситуация Значит Твой еб*** Слетит Леха Дала мне много понять Что нужно Ценить То что есть Ну да Если вы конечно Выросли Стали лучше То это конечно Хорошо Ну я сделал много Выводов Поверьте Много времени было Чтобы сделать Правильные выводы Ну Пожелаем удачи Пропускаешь Ну да Я же уже повернулась Я не могла не повернуться Потому что Меня все девчонки Сейчас должны понять К тебе Спустя 8 лет Когда ты стала Успешной Знаменитой девушкой Приходит твой бывший И хочет снова Побороться за твое сердце Ну я друг Ты же самое Признание того Что У чувака Такое все Не очень хорошо Наверное Не Может быть и правду Любит Там так далее Признает какую-то Свою ошибку Но Скорее Скорее Ивлеева Я считаю Будет на нем Просто отыгрываться Что нам будет О чем поговорить Но Я очень Очень Внимательно Буду за тобой Наблюдать Да Очень рад вас Всех видеть Еще раз Спустя 8 лет Говоря Не помню Как мы расстались Просто по-моему Грязно свалил Короче На тот момент Никакой вообще Медийной истории Речи не было И поскольку Я ездила на метро Там же На станции метро Висят вот Большие-большие плакаты Он снимался Для какой-то Популярной одежды И я смотрю Сделала этого парня И думаю Боже Какой красивый Чувак Каким-то Удивительным образом Он как-то Меня нашел В социальной сети Я просто обалдела Я поняла Что это тот Человек с рекламы И мы начали С ним переписываться Он жил в Москве Ну и получается Я ездила в Москву На свиданке Он приезжал В Петербург На свиданке Я тогда ездила Я конечно Влюбилась страшным образом Поверить не могла Что такой вообще Красавчик Обратил на меня Внимание Ну все Походу Я ему Триндец Так что это снова Один из тех бывших Которые такие Боже Я понял Что я потерял Итак Кастинг завершен Борьбу за сердце Ивлеевой Во втором туре Продолжит 19 участников Надеюсь Выбор вас Не разочаровал Он когда так вот Делает Как будто Лазером стреляет Альчишки все были разные Внешние С подачей С энергией С харизмой И кстати Все те мальчишки Которые я реализовала Прям хочется Каждый раз Увернуться От этого чувака От его нелепости Я была очарована Я тут С товарищем в баре Недавно сидел И Ну как бы Получается Столик Девушка стояла Как бы С своей подругой Ну И она на меня смотрела Она мне прям Явно глазами жрала Ну то есть Прям вот знаете Жрут вас глазами И все Она еще Мне уже было неловко Поворачиваться Потому что Она все время Как-то вот так Пританцовывала И Я-то понимаю Что как-то Нужно Сливать И знаете Как Просто Таким образом Я сказал Что я типа Не работаю Там Так далее Ничем не занимаюсь То есть Ну как бы Она начала Разговор с нами Вот Типа Поздоровалась Все такое Чем занимаетесь Там Так далее Вот Я максимально Был пассивный И просто Вежево отвечал И просто Почему человек Слетел Потому что Она говорит А кто Познал Зодиака Молодой человек Такая Рысь Короче Я говорю Стрелец Она такая А Ясно То есть Секунд 15 Ей понадобилось Чтобы просто Собрать вещи И уйти И такой Лех Видимо Прям Я ужасный Человек Если я стрелец Это Вот Выбор Толика Наталья Анатолий Огромное Спасибо Вы просто Самый лучший Мастер Скин Вам Анастасия А тебя Я приглашаю В следующий Этап Я думаю Насте Будет непросто Потому что Получается Что да Кому-то дали шанс Но достойных Больше Есть выбор Все Спасибо Это было потрясающе И прямо сейчас Мы увидим Второй Отборочный Конкурс К которому Парням Пришлось Подготовиться Заранее С этим Подарком И со мной Настя Будет Всегда На высоте Это подарок Для Настюши От которого Она Испытает Ой Сейчас покринжим Из подарков На самом деле Все какая-то Там будет Займосвязь На что-нибудь Такое Намеки Не знаю Мне кажется Я подарил Гаичный ключ Ну просто Аня Типа Что это значит Да ничего Не значит Просто ключ Вряд ли Тебе кто Дарил ключ Когда-нибудь Вот Пожалуйста С подарком Настоящий Релакс Я решил С моим Подарком Немножечко Освежить Может где-то Отбелить Наше прошлое С этим подарком Настя Подаришь Своё выреженное Сердце Эльхимию На проекте Посмотрим Кто окажется Самым щедрым И оригинальным А у кого Не получится Подкупить Сердце И вы Походняк У него такой Только не делай Вот так Вот как ты делаешь Ну что Лев на арене Ребят Всем привет В клетку Пожалуйста Лев Вот сюда Да Какой-то Лев Не такой Не особо уверен Ну что Анастейша С этим подарком Наша Ээээ Анастейша Никогда не будут пресными Возьми шампанское Сюда утром Неси, брат Держи Ребят Вы пришли Бороться За сердце Лев Зачем Прийти Набухаться Пускай пьют Пускай пьют Устраняют Сами себя Ты конечно Разношерстных Мужаков там Да Выбирал Они все Очень супер разные Представляешь Какой калейдоскоп Характер Я очень надеюсь Что они искренними окажутся Вот честно Рома Это сейчас для меня Самое главное Ты знаешь Кто это? Элджей Да Можно с тобой сфоткаться Ты же Элджей Ты второй раз пришел Завоевывать сердце Один раз воевал Значит второй раз Настрой хороший Сфоткай типа с Элджеем Да Да С Элджей Интересно Я никогда Не пытался Быть похожим Элджей Это просто Совпадение Моих черт Не больше Не был Просто Человек Который Никогда Не хотел Быть похожим Элджей И делает Точно Такую же Прическу Говорит Типа Нет Мне это Просто Нравится Хочется Верить Но В это Невозможно Поверить Это просто Совпадение Моих черт Не больше Кем он не был Я даю ему Максимум Одно свидание Это просто Прикол Один раз Потом До свидания Будет обидно Представляешь Если они просто Какие-то пластмассовые Такие пришли Не знаю Просто Другое Ну да Вот этого Честно Я боюсь Больше всего Ты вообще Не хайпажор Ты нет А чем Чем мне хайповать Просто Да Заселиться Брена Нигде Нет Вот мне интересно Когда же Анастасия уже будет Нервничай Сейчас Вот кто из них Дима хулиган Ну прям Уж слишком Хулиган Включает Как-то даже Ну неприятно У себя в обществе Как будто Что-то всех Дергать Спрашивать Иди сюда Давай Сфоткать А вот этот Вот быдлый режим Какой-то Ну не знаю Мне кажется Это не все время Удовольствие Вообще не переносит И наблюдать за этим Как-то Не очень Правда Пришел на проект Потому что Я ему симпатична Понятно Что они меня не знают Еще Я же тоже Для них Как человек Буду раскрываться Но я думаю Что вряд ли У меня получится Их раскусить Знаешь сразу Но я очень надеюсь Что я по большей части Не ошиблась в выборе А никто Виновницу торжества Не видел? Настя Давайте позовем А? Настя Настя У меня прям Сердце билось Маму видел Здравствуйте Брата видел Плов умеете готовить? Могу 4 вида Плов Потрясающе Все В этот раз Кто будет? Да Чувствую себя Настей Ивлеевой Ура Удастся ли вам Подобрать ключ К сердцу Ивлеевой Покажет эксперимент Вам предстоит Ее удивить Своими подарками Я видел Вы их уже приготовили Встречаем Анастасия Ивлеева Момент был потрясающий Я выхожу на балкон Там стоят мои рыцари Столько красивых мужчин И все ко мне Боже мой Боже мой Все, внимание Платьки, привет Шоки Честно говоря Я не знала Как появиться Но В общем Решила просто выйти И помахать вам Как настоящая королева Ну правда Маша Это как по блински Но это забавно Сегодня Только руку не вытягивай Мало ли что подумают Образи принцессы Меня аж замурашило До пяток Настя в таком платье вышла В стиле Рабочей кохозницы Не, ну Мне особо понравилось Я готова Прям вот так вот Сейчас скинуться Чтобы вы меня поймали Вы готовы? Мы все вместе поймаем сейчас Давай, давай Прыгай, прыгай Ребят Все те Кто сказал Прыгай Вы можете ехать домой Потому что А те Кто в общем-то Молчал Вы остаетесь Я к вам А я отвечал Нет, Настя Думайся Надеюсь Она устала Мой голос Боже мой Я не могу смотреть Я не смотрю Настя, безусловно Такая нежная И немножечко Напуганная Смучаешься? Да Жестко Я не могу Ты стесняешься? Я вообще не помню Когда я последний раз Испытывала Вот такую Высокую степень Стеснения Такая концентрация Тестостерона Они прям Реально Красивые На самом деле Эти потрясающие мужчины Пришли к тебе Не с пустыми руками Каждый из них Подобрал тебе Потрясающий подарок Но Понять и угадать Чей подарок Кому принадлежит Ты должна будешь Самостоятельно Как я могу догадаться Кто из них Сделал какой подарок Я даже их не знаю Господи Какой ужин Какие-то охранники Ребята Господа Охрана Охрана Отойдите Пожалуйста Мы на вас Насмотрели Что-то он не кричал Там сзади Я его знать не знаю Человек просто Без причины Становится Передо мной Ты меня заслонил Зачем ты это делаешь? Потому что я могу Ну это Факт Он решил газануть на меня Он газанул Просто не на того человека Не надо мне заслонять Все Давай Ты просто до конца шоу Не доживешь Я конечно не следил за ним Но ощущение Что он немножко Подвыпил Я на самом деле Абсолютно спокоен Все будет хорошо Ребята Ну да На его месте Я вообще бы не напрягался Просто Проблема Может отойти Выяснить Настя Можно послушать Мы туда к ней пришли Я в принципе уверенная в себе Девчонка Все держу в своих руках И я сейчас полностью растерян Настя продолжай 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 Мне реально за ребят стыдно А у Настя был шок Как настроение Прекрасно вообще Я предлагаю не терять время Недаром И приступить В общем-то к этим самым Подарочкам Потому что Хочется посмотреть Что мы приготовим Я к подаркам Конечно же Отношусь положительно Дарите Будем принимать Так С чего начать Это вообще Наверное Самое большое количество Подарков Которое у меня было За раз От мужчин Ну я надеюсь Вы закладывали в это Какой-то смысл Да Тут я сразу пролетел Конечно Ну конечно Я даже не знаю Давайте С самого маленького Конечно Да Настя первым Взяла мой Подарок Волнительно Поскольку Подарок необычный Я надеюсь Что Настя оценит Тут Господи Ребята Это потрясающе Я сразу могу сказать Что это самый лучший Подарок в моей жизни Это вау-эффект Это камень Прикольно Чем молодец Даже не потратился Было бы Ну нет Тогда хуже Чем я конечно Но возможно Какой-то особенный Камень Конечно потрясающе Если был это бриллиант Какой-нибудь Вот такого размера Да Это было бы Очень Кстати Давайте попробуем Подумать От кого он может быть Может это из почек Может это из почек Тогда нужно искать Большого мужика Ну как можно додуматься Принести камень Это настолько низко Мои землячки Просто камнем В лоб дали И этого мужика Больше не нашли А киев кого-нибудь Кто поймает Кого прилетит Того и камень Подарок Действительно Не лучшая идея Получилась Скажем Прям Я не знаю Чувак Что ты вообще Ты делаешь Ты какой-то вообще Безэмоциональный Зрачки у тебя Такие здоровые Насть Камень мой Сережа На самом деле Это символ того Что с мужчиной Ты должна быть Как за каменной Стеной Нелепый подарок Как будто бы Просто шел по Подарил бы за стену Лучше Олис совершенно не знал Что придумать И подарить Такой О Вот у некоторых чуваков Бывает типа Креатив Вот Их креатив Как самих же уничтожает Камень И потом уже заложил В него смысл Второй подарок Странный Это огромная Белая туфля Как ваза Или что Это вообще Такое Не знаю Насть Это мой подарок Боже Неужели у нашего Аполлона Такой плохой вкус Потому что Ну это никуда не годится А символизирует он то Чтоб ты всегда Оставалась на высоте Ну да Я же говорю Что-то все-таки Должно быть Что-то не идеальное Вот Пожалуйста Бля Безвкусная Страшная Ну может быть Нам бы сказать Это символизирует он Потому что я каблок Жесткий Она бы моей маме понравилась Мне кажется Я возможно Ее даже подарю ей Расскажи что это От Геркулеса Она будет в восторге Научно-познавательный набор Для проведения Фантастических экспериментов Я думала что мы уже В таком участвуем Настя открывает подарки Наверное Процентов 70 Этих подарков Были банальные Дешевые Это намек Потому что я бревно Полное Короче говоря Она привыкла К люксу Ей нужно и люкс Дарить Ну вообще Когда мы с тобой Были знакомы В Петербурге Я конечно Таких ароматов Не носила Потому что это было Слишком дорого Тебе точно Никто не подсказал Ничего Нет Некому подсказывать Я Сусан Совпадение с духами Это потрясающе Поначалу я так подумала А потом я передумала Да потому что я выкладывала Эти духи в интернет Миллион раз Вот и все Красава Ну наблюдал Это надо оценить Жалко что конечно Здесь нет пленки Я думал что там будет пленка Чтобы сейчас фоткаться Но ладно В следующий раз Ребята вообще не постарались Дарили какой-то гэ Год назад мне подарили Прыжок с парашютом Но я не смог прыгнуть Хочу совместный прыжок И вот поэтому Вот такой подарок Пошли прыгать вместе С чего ты решил Что мы будем вместе Прыгать с парашютом Браслете Это золото Какое потрясающее Украшение Тонко Красиво Изящно Слушайте Я бы даже сам такое носил Сегодня прилетело ко мне Эмиль дорогой Это ты да? Да Тут какая Эмиль красавчик Ну вот умеет подарки делать Ну не знаю как бы кому как Но мне нравится Это кошка Багира Она моя тигрица Там твои инициалы То есть ты хочешь сказать Что этот браслет Специально для меня делался Специально для вас Не был просто в магазине сувениров Да Ну хорошо Можно потратиться Подарить что-то дорогостоящее Ну тут же ты не крутостью Меряешься Какой месседж в этом? Видно что ты умеешь ухаживать Ну Такой вот и месседж есть Чувак заморочился Сделал браслет с инициалами Вот тебе месседж Внимание Надеюсь я обрадую вас Да правда Конечно Деньги это не главное Но когда их все-таки на тебя тратят Это очень приятно Ох е-мое Это потрясающе Это году и сто это подарил Хулиган Все же ждут реакции Панка огурцов С ума сойти Ты такой потрясающий Я всю жизнь тебя искала Давай пить этот рассол Просто стримглав Несмотря на всю мою дерзость Какую-то внешнюю Я боюсь обидеть кого-то из участников Твой подарок где? Нет Ооо Да ладно Ну это хулиганский подарок Ну Вообще Кстати я от тебя такого ожидала Нужно ожидать больше Ну ладно Признавайтесь Пацаны Это я Ну что А может он вот так же гусем уйти? Зарейте Когда у человека есть уже все Ну Говорят Соленая огурца И кайф Хоть огурчики попробуют Посыл То что типа Шоу максимально притерное Сладкое Солененького Не помешает Это очень креативно Правда Браво Браво Это ужас Фу Фу А кто-то принес соду Как будто у Насти изжога Ну это глупо Ребят Камон Ну куда Я желаю Чтобы наши с тобой взаимоотношения На этот Чувак Месседж Доносит Содой Поэтому ты бывший Раз были Вечными Как эта пачка соды На кухне Ооо Это глубже Чем я думала Ну мне это точно не нужно Но маме Возможно В хозяйстве пригодится У вас были отношения? Просто сказал На этот раз Я не думаю Что Настя С Лешей Были А кто заметил это? Он просто говорил Я не думаю Что Настя Не нужно Но маме Возможно В хозяйстве Пригодится У вас были отношения? А хулиган Ты не так плохо Внимательно Слушает Просто сказал На этот раз Я не думаю Что Настя С Лешей Были отношения И он просто Оговорился Все тебе расскажи Ты покажи Ну у нас был роман Да Нам было хорошо вместе Ну расстались мы Потому что На тот момент Мне предложили контракт На год В Китай И все Но она же не перестала Мне нравится Я все время ждал Когда она будет Дни отношений Чтобы с ней встретиться Карамельный Такой вкусный Человек Который подарил попкорн Наверное хочет Чтобы мы вместе Смотрели кино У нас были Семейные домашние вечера Да Кто это может быть? Вася? Это подарок от меня Я бы с удовольствием Сходил с тобой в кино Вася, а ты не хуй Эти зерна Я у себя в руках Хлопал Хочешь поговорить Со мной наедине? С удовольствием Какого черта? Его Не меня На мгновение Я даже Ну такая вот Секунда зависти У меня была Настя Увела его Объяснить Что чувак Кто дарит даме Попкорн Как давно Если это тебя не смущает У тебя были В целом серьезные отношения Ну они закончились Блин Такое ощущение Что я его даже Как будто знаю Или видел вживую Вот честно То есть я Ну не возьмем Там что-то стример Или кто-то в медийном пространстве Может быть Но есть такое ощущение Что вживую Короче с ним пересекался В том году В том году Просто ты выглядишь Как человек Который Ну такой В общем Осознанный Серьезный Ну правда То есть ты не выглядишь Балаболом И не производишь Впечатление чувака Который просто там В клубе Хватает какую-то телочку Я надеюсь Что я не ошибаюсь Вообще не ошибаешься И мне это очень импонирует Потому что я Человек такой Серьезный И по большей части Однолюб По Насти Очень сильно видно Как она смущается И это необычно Но это интересно Она открывается Немножко по-другому Ну не знаю Не пара Мне кажется Ну явно не пара То есть Не вижу я с ней Есть как-то Собирательный образ Каких-то вот пар Знаете Когда видишь людей И понимаешь Что они как будто бы пара Просто они как вот Даже внешне Друг для друга Созданы То есть не объяснить это Ну как-то вот Нет такого чувства Какую женщину ты хочешь Видеть рядом с собой Ту которой я буду нужен Я считаю Что мужчина должен быть нужным И у меня ощущение Что вот тебе как раз таки Не хватает Какого-то мужского плеча Который может тебе давать Заботу Уют Получается ты в этом проекте Будешь делать все для того Чтобы вот Ты мне стал нужен Конечно Здорово Он как будто надежный Я доверяю своей интуиции Она меня в целом Еще ни разу не подводила А конкуренция Как ты к ней относишься Ну пусть она будет Спокойно Она там есть Сейчас у тебя был Такой легкий закус С Диманом Это же Это не закус Но это не серьезно Или как ты думаешь Лена Ну для меня нет Ну просто я пережил уже Какой-то такой период в жизни Когда я реагировал Агрессивно Эмоционально Сейчас я больше за Мозглой Повезло Василию Почему они так долго разговаривают Думаю они обсуждают Типа бычку То что он быковал Я неудобно Сейчас Закрытая поза Я разговариваю с Васей И Тёма вот Больше всех конечно Проявлял интерес Смотри они подслушивают Да я пожалуйста Пусть послушают Я не знаю Слышал ли он что-нибудь Или нет Но он не только подслушивает Он такой мариар Со стороны наблюдает Он вот так вот вставал И вот так пристально Смотрел на меня И мне это тоже понравилось Значит человек возможно Очень супер искренне Интересуется тем Что происходит Ну это мне нравится Вообще Но хотя ты выглядишь Как человек Который может нормально В общем У меня был лопат Да Я свой шанс оценил Очень высоко Я в себе уверен У нас с Настей Ещё будет время Поговорить и узнать Друг друга Так что дальше больше Всё хорошо Отлично О боже Только не говорите Что это самогонная аппарация Такой подарок Не дарят Девушке при знакомстве Да это оно Д艘 Ах Я думал что реально И все мужики Оооооооо Блоль А что она камень достает Булыжник По морде даст этому Чув面, который Пронесёт подарок Я из Беларуси Ты помнишь Конечно Самое лучшее То что у меня было Я хотела дать тебе Мне кажется ладно это не самое лучшее что у тебя есть ты про картошку теперь уже она смотрит пронзающим взглядом это страшно даже не могу представить они в пиджаке не в клетку вообще хоть один что будет дальше я честно говоря тебя такого не ожидал это было креативное то есть они реально думали как меня удивить и меня это поразило так здесь огромная коробка очень много бумаги и распаковываю ну что же потому что же там а там на дне договор на сердечко между диманом хулиганом и настежкой опасностью интересно кто бы это мог быть на последние бабки которые у меня были я просто взял и подарил ей две путевочки в турцию в любой момент мы с тобой влетаем в пятерочку на пару ночей я только сейчас доперло что он про пятизвездочный отель я думал типа реально идем в магаз берем пивас по акции и зависаем ну чувак если у тебя нет денег сиди дома зачем позориться я предлагаю тебе пройти тоже на тататат потому что как будто бы нам есть о чем поговорить о многом есть поговорить денег займешь но кое-какие вещи конечно хотелось бы обсудить поездка такой немного неадекватный прыжок уже в сторону как бы отношений до которых там супер далеко ты напористый я реально на последние бабки купил эту путевку в турции 9 дней тот или будет просто пятерка если два-три дня отель будет супер дима тараторил просто без конца его было не остановить тут я такая дима у меня к тебе вопрос и я вот честно говоря сегодня смотрю на тебя и думаю этот парень пришел делать шоу или он действительно пришел потому что я ему понравилось но выглядит скорее всего что он делает вот шоу ну что-то болтает себя проявлять пытается что-то там все свои вот эти вот эти скиллы короче вытаскивает но непонятно это не знаю такой не особо люблю потому что сразу видно какая-то такая наигранность просто когда мы смотрели любовь на выживание там вот чувак он он понятно актер это видно по нему да он токсичил максимально от этой токсичности прям душно было и то есть если он сейчас будет также постоянно ну показывают шоу как бы актеру на мне кажется не самый лучший вот и поэтому будет такой себе никакого шоу здесь нет я буду я уже влюбляюсь тебя как японка доводят хреново походу хулиганом обращаемся по ходу прощения ну какая девушка захочет тем более состоявшиеся вы с таким мужчиной безумный взгляд безумно неуправляемый язык бла-бла-бла и ни о чем ну ты ж тут какая то что то что вот василий тебя напрягается но немножко напрягая да я боюсь fit по бумаге смотри немножко убитые плачки то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то последний бабки боятся мама я сюда приехал завоевывать любовь свое сердце я готов драться за твое сердечко я готов доказать то что ты вместе просто пойдем поговорим он два слова этого сказать Windows Он аж отпугивает своей уверенностью. Просто она зашкаливает ее так много, что он уже переходит в хамство. Сейчас, когда я смотрела подарки, вообще я очень оценила во всех мальчиках то, что они друг за друга радовались, как-то поддерживали, аплодировали. А ты единственный, который сидел с грустным лицом, прям активно показывал, что тебе это скучно, тебе это неинтересно. Я искренний человек. Я такой, какой я есть. Я не играю там на камеру. Как половина этих хайпушников, если что-то мне... Окей. Мне не нравится, я не буду аплодировать, то есть, и лепетать перед ними. Ну, это честно. Это я похлопал на подарки, которые мне понравились. Ладно, посмотрим, что будет дальше. Пойдем. Окей. Ну, подожди, и поменьше рук. Все, окей, Настя. Мы будем меняться, стараться как-то работать над своим сложным, взрывным характером. Последний подарок. Я даже не понимаю, от кого он может быть. Если честно, в какой бы очередности она моя... Чего, у нее со зрачками все так просто гигантские. Подарок не взяла, я знал, что сразу угадает. Танцевальные туфли 36-го размера. Артемий чуть не подписал себе смертный приговор. Он подарил мне туфли на три размера меньше моего. Еще и хотел, чтобы я примерила их. Нормальные вообще, нет? А, малые. Кто сказал малые? Я. Ты уволен. Я смотрю, у вас тут очень весело. Да, очень весело. Настроение потрясающее. Да, все. Супер. Но я прошел вам его немножко испортить, друзья. Прямо сейчас нам предстоит попрощаться с одним из участников. Тебе нужно будет принять решение, кто сегодня покинет наш огромный... Я думаю, камень уйдет. Нет, я без обид, конечно, Дмитрий, но даже на превьюшку оставить не хочется. Просто не будем давать хайпа, вы же не делаете шоу. Умнейший эксперимент. Я не была к этому готова. То есть как... Вот наши глаза только что соединялись в каком-то позитивном экстазе, а мне сейчас этому человеку нужно говорить, что он едет домой. Но у нас есть правило, и, как говорится, правило – это правило. Я надеюсь, что выбор ее не будет зависеть от подарка. Будут решать другие факторы, больше какая-то визуальная симпатия или, может быть, самые первые эмоции, которые она почувствовала с этим человеком. Ну, во-первых, я каждому хочу сказать реально спасибо за эти потрясающие эмоции, которые я сейчас испытала. Это действительно очень искренне, очень ценно, и было здорово. Я уверен в себе среди вот всех кандидатов, ну, так скажем, шелухи. И один такой ограненный бриллиант. Артемий, ты на первый этап все-таки пришел с сестрой. Привет, Настя. Все дело в том, что у меня есть очень добрая, красивая сестра. Она сказала, «Тем, передавать буду в руки тебя только со мной, поэтому...» Сегодня, когда я за тобой наблюдала, мне казалось, что тебе вот не хватает какой-то дополнительной поддержки, это дало мне возможность понять, что ты человек неуверенный в себе. Что? Настя, это ты мне? Я однозначно не... Я трехкратный чемпион по танцам со своей сестрой. Маменькин сынок. У меня большой послужной список, который я в своей жизни добился сам. Хочется чувствовать уверенность. Вот в Димане этой уверенности просто выше крыши. Мне кажется, они... Вот нужна какая-то золотая середина. Дима. По моей реакции, наверное, было видно, насколько я в шоке, потому что у меня был конфликт с лысым лохом. Несмотря... Вот зачем он это делает? Ну просто зачем? Вот мне просто интересно, для чего вообще? Я не удивлюсь, если он мне напишет, скажет, ну что ты, блядь, там что-то пи*** за меня, надо отвечать за свой базар. На то, что ты парень с района, и у нас есть много общего, это не значит, что мы с тобой какие-то кореша или давно знакомы, что ты можешь подходить, лапать, приобнимать. Мне кажется, что ты немножко попутал. Да. Ощущение, что для Димы это конец, нарастало. Окей, я в дальнейшем не буду позволять такие ситуации. Ну а есть ли смысл вообще давать шанс тебе? Доверься тому, кто видел дно, на самом деле. Не дай бог, как говорится. Я настоящий парень, и ты это увидишь просто-напросто. Окей. Вот так выдохнул, испытал облегчение, конечно. Сережа, я напомню, что ты сюда попал во второй этап, потому что тебя выбрала моя мама и мой брат. Несмотря на вашу потрясающую игру, у меня как будто бы вот внутри этого матча не произошло. Но мы за, и вы проходите во второй тур. Спасибо. Мне не хватило от тебя энергии, скажем так, мотивации, заинтересованности здесь быть. Ну, возможно, но мне же интересно с тобой пообщаться. Я все-таки ждала, что Сережа как-то себя проявит, потому что это было в его интересах в первую очередь. Ну да. Мы дали такой шанс. Вот слышите тишину? Это Сережа. Я решила, что сегодня проект покинет Сергей. Это было очевидно, Серега. Это было очень очевидно. Честно говоря, я сейчас в смятении. Я понимаю, что да, нужны вот эти все там эмоции, драйв, а я, конечно, больше такой закрытый. Знаете, я о чем могу сказать? Его, короче, можно даже вот без звука смотреть, и по факту ничего не поменяется. Да. Да. Итак, в проекте осталось 18 счастливчиков, и прямо сейчас их ждет новое испытание. На этом этапе знакомства вас ждет максимально близкий контакт с Настей. Я говорю про язык тела во время танца с нашей героиней. Блин, танцы никто не ожидал. Танцы – это, наверное, самое-самое-самое уязвимое мое место. Давайте встретим нас. Да ты че? Каждый раз, когда я вижу Анастейшн, у меня пульс учащается. Роман, для Анастаса. Давай, включай музыку, я хочу услышать ритм, и далее назову первого человека, который будет танцевать. Готовы? Да! Я, конечно, офигел немного. Пробежать, подраться с кем-нибудь. Это про меня. Соответственно, танцы. Мое странное, что не сказал подраться в первом списке. Лабая сторона, я вообще не танцую. Я не умею танцевать. Фип-хоп или нижний брейк. Вот эту вот штуку, как бы, да? Я уверена, что эта музыкальная композиция просто создана для Эдварда. Попадос. Так, и что мы будем делать? Я тебе сейчас расскажу, как можно зарабатывать. Он как-то непонятно по-детски стал кривляться. Не знаю, мы все-таки не в цирке. Когда ты берешь человека за руки, начинаешь его дергать, крутить. Это неприятно вообще. Тебе нравится то, что пройдет? Вообще, я говорю. Я понимаю, что, ну, действительно, я могу сейчас уйти и больше никогда не вернуться. Вау! Мне кажется, что эта композиция прекрасно подходит одному интересному молодому человеку. И этот молодой человек, Артем. Я вообще не люблю танцевать. Я просто деревяшка. Придется импровизировать. Есть, мне понравится. Мне кажется, что он стильно вообще. Если честно, красный пиджак. Что-то мне смотрится, мне прям нравится. Как ваш молодой человек? Зачем? Зачем спрашивать? Ну, не, ну, это странно. Я хочу отделаться от мысли, что они пришли сюда хайпануть или просто урвать свою звезду славы. Я правда хочу им доверять. Пока он как будто бы начинает не завоевывать, а наоборот отталкивать. Следующий трек. Ну, с первых нот это будет Антон. Опа! Станцую, как станцую. Главное бедрами двигать. Энергично и так, захватывающе. Ну, давай, я ставлю так. Хорошо. Ну, он хорош, хорош. Антон меня удивил, насколько я его помню. Он себя там не проявлял. Как танцор диска, а тут просто человек владеет бедрами и лучше, чем я. Спасибо. Эмиль. Давай, соберись. Эмилька, надо пожару дать. Эмилька. Так. О, 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 что-то пошло. Опять пароль танцпола. Ну, что, красавчик, выходи. Вау, окей. Привет. Привет. Давай. Наоборот. Наоборот. Он, видимо, от волнения, от растерянности положил мне руки на плечи. И он тут искренне смущался. Ну, нет, это умиляет, мне кажется. Прям милый парень. Да, меня умиляет мужик. К боже мой. Подбросишь меня? Нет, это уже лишнее. Давай, нет, это не борщи. Несмотря на то, что Настя делает вид пацанки иногда, она все равно женщина. И вот этот парень явно не клеится с настоящей Настей. Слушай, слова бывшему не давали, если честно. Ваш выход. Сейчас было бы прикольно, когда он крутит, а теперь пошел на... Делаем два шага влево, два шага влево. Раз. Медляк это слишком банально. Любой может рисовать ума большого не надо. Это было бы плохо. Ну, естественно. Мы как будто бы абстрагировались от всех. Я почувствовал, что я чуть-чуть пробиваю вот эту стену ее дистанции. Содой. Они там что-то болтали, такое, что-то даже как-то заревновали все вокруг. У нас, Леша, было комфортно. И что? Тем не менее, наш танцевальный марафон продолжается. У всех парней есть шанс показать себя во всей красе. Ну что, Ромочка, две вишинки на торте остались. Вишинки на торте. Вот сейчас вот будет полный кринж, потому что у меня остались реально два танцора. Вот я не хочу смотреть, как он танцует. Можно это? Это когда этого избежать? Если сейчас я могла как-то выезжать на фоне мальчишек, которые не танцуют, то сейчас мне просто... Включай. Готово? Переходим к вишенке номер один. Настюха так палит глазами. Для меня я понимаю, что дядь Жень выходит. Только не дергайся, только не дергайся, я тебя умоляю, только не дергайся. Женя, давай! Ну, для дяди Жени танцы это расплюнуть. Я тренер по танцам. Сделал пару легких движений для того, чтобы почувствовать, ведется Настя ты или нет. Она же сильная девчонка, энергетика бешеная, привыкла вести, и я смог сделать так, что повел я, и ей это понравилось. Господи, я умею танцевать, Женя, благодаря тебе, я умею танцевать. Женя просто все сделала за меня, и получилось даже довольно симпатично. Пацаны, это просто потрясающе. Вот это бы здорово. Он Настей крутил. Только вот это бы здорово. Он Наст... Олег Кахальский. Нифига прикольно, то есть я тебя кахаю, и вот Олег может говорить это смело. Настей крутил. Видно бы, что Настя от этого получила удовольствие, но не на секунду у меня не вздрогнуло сердце. Был только момент, когда себя надо проявить. Ну, понятное дело, как бы, что танцоры будут, как бы, круто танцевать. Ну, такие они с самолюбовлением, с такой любовью к себе, это вообще, ох, я там ох. Повторяешь, за мной несколько... Нифига он трусы натянул по-верх этому майке. Вот это мощно, конечно. Я выбрал тактику «Делай все так, чтобы девушка себя чувствовала комфортно». Два-три движения с повтором. Настя все это танцует. Три-два-четыре-три-два-пам. Самое интересное, что вышел Рома, вышли все ребята, всем захотелось танцевать. Раз, два, три, четыре, удар, пять, шесть, попой, семь, восемь. В принципе, прикольно, но мне кажется, Настю он не потанцевал. Реальный танцевальный, классный флешмоб. Я почувствовала, что... Сейчас. Реальный танцевальный, классный... Мне вот этот чел уже пугать, если честно, начинает. Он какой-то этот... Ож иностранный. Классный флешмоб. Я почувствовала, что мы прям какая-то одна большая семья. Спасибо большое. И вообще... Давайте Артемию поаплодируем. Кайфую. Просто седьмом неге отчасти. И прямо сейчас Настя примет решение, кто из участников продолжит бороться за ее сердце, а кто покинет проект навсегда. Александр, ты просто поразил меня. Я представляю, когда он танцует, там, видимо, ну, фундамент трясется, и там здание такое... Пыль, короче, от него отбивается. Предлагаю тебе быть ко мне поближе. Все, что связано с Настей, жди подвох. Ты очень активный, амбициозный, красивый, энергичный. И это, конечно же, безусловно, подкупает. Все. Он уже видел себя, наверное, на свадьбе. Но ты такой не один. И есть еще один человек, который себя проявил. Антон. Дорогой моему сердцу человек. Хм, почему она их вызвала? Саш, что было написано на твоем подарке? Твой подарок? Да. У Насте иногда все не то, чем кажется с первого взгляда. Мне кажется, что эти слова оказались несколько пророческими для тебя. Я узнала, что наш товарищ был в одном из нашумевших проектов, где тоже одна героиня выбирала себе жениха. И это подрывает... Да, чувак, ну да, по таким шоу гулять как бы не очень хорошо. Веру в какие-то искренние чувства. К сожалению, Саша, я скажу тебе нет, и ты покидаешь этот проект. Жестко, конечно. Можно? Да нет, что жестко. Логично. Я бы сказал, логично. Он внешне, не в ее вкусе. Неожиданно, да. Ну, в любом случае, спасибо тебе. Но так, с виду, прям он ровный, спокойный мужик. За эмоцией. Было здорово с тобой познакомиться. Если бы хотя бы у нас был разговор Теда Тед, и она меня узнала бы лучше. А делать выводы на основании двух-трех фраз друг друга где-то в промежутках со всеми, наверное, абсурдно. Да почему? Что, Антония, ты рад? Да. Я думаю, что Настя скажет, что у меня у первого будет с ней свидание. Но мне кажется, что ты рано радуешься, потому что на этой доброй ноте я тоже с тобой прощаюсь. К сожалению, ты покидаешься. Пиум-пиум-пиум-пиум. Поверить не могу. Он мог бы быть моим братом, другом. Ну да, но вряд ли вот это вот не туда. Гимн. Ну, как будто бы не моя эта история. Я влюблен в нее настолько, насколько можно быть влюбленным в человека, которого ты видишь на экране телевизора. Та Настя, которую я знал, как минимум не выглядело меня сегодня уж точно. Прости. Прости. Ушел и ушел. Я тоже пока лучше. Что будет, я не знаю. Ну, я знаю, что ей понравится. Несмотря на то, что мы очень мало друг друга знаем, этого времени уже хватило, чтобы чуть-чуть привязаться, что-то почувствовать к каждому из вас. Но есть все-таки среди вас один человек. Сколько бы я сегодня не смотрела ему в глаза, как будто бы ничего нет. Я не знаю, может быть, я накручиваю себя. Она прям больше всего на меня смотрела. Александр зашел. Сейчас покинет наш проект. Фу, все, пуля пролетела мимо. Я в топе. Не возникло между нами. Ну да, это уже какой-то чел такой прям, незаметный, просто вот в кадр попадает и все. Хотя бы какой-то минимальной связи, и этого было достаточно для того, чтобы, к сожалению, я приняла такое решение. Спасибо тебе большое. Я ничего в нем не нашла. Вот видишь, эта коробочка? Я ее открываю. Это пустота. Это Саша. Ну что, такое решение приняла Настя, и это ее право. Я предлагаю двигаться дальше, впереди. Заключительный этап сегодняшнего знакомства. Интрига нарастает, становится все интереснее, но чувствую, каверзных заданий будет все больше и больше. Максим прав. Прямо сейчас парням предстоит блеснуть умом и эрудицией. А главное, доказать Насте искренность своих намерений. Очень рада вас всех видеть. Я приготовила для вас вопрос. Но не от всего сердца. Мы договорились заранее с Романом, что это должен быть какой-то короткий блиц, легкие вопросы, которые касаются моей биографии. И, конечно же, я считаю, что пацаны, прежде чем прийти сюда, должны были хоть немножечко допочитать обо мне. Но посмотрим, как хорошо вы меня знаете. Честно, я не понял, что будет происходить. Готовы? Неудивительно. Ну, давайте тогда начнем. Я вообще не готовился. Короче, первая мысль, что как бы я попал. Я за Настюхой следил в соцсетях. Я много чего про нее знаю. Мне кажется, то, что пишут, они всегда связаны с реальным человеком. Я, конечно, боюсь, что я могу что-то... Голдман. Такой прям стереотипный типок. Не знать про нее. Это такой опасный конкурс. Артем, расскажи, как расшифровывается аббревиатура ЗБС? Артем, плохой человек. Я как-то хотел такое шоу себе сделать. Тоже ЗБС, типа, завтра будет сегодня. И думал, какие-то там новости делать или что-то типа прожектора. А вот, обсудим, типа, в подкаст-теме делать. Но потом уже увидел, что многие-то тоже использовали такой. Ну, ладно, я не такой уж и креативный, видимо. Ну, не догадываешься, да? Нет, нет, нет. Ну, если не догадываюсь. Это звезды, бабки, ставки. Следующий вопрос, Вася. Какая птица калибри? Ты что, слепой? Какая большая калибри? Ну, вот так. То это просто оплошность. Да его выбор даже не надо было давать. Тесно грамм. Это даже не ошибка, это оплошность. Ну, правда, обидно то, что я поспешил. Какое отчество у Насти Ивлеевой? Вячеславовна. Хорош. Готовился. Мне такое запуск. Я за него порадовался, но не искренне. Эмиль, видео с каким названием нет на моем канале? Откровение Джигана или Тимоти в бане? Тимоти в бане. Это легко. Я молодец. Андрей, кто я по восточному гороскопу? Коза. Красавчик. 100%. Почему? Почему коза или почему 100%? Почему коза? Не, ну если он, конечно, наугад долбанул. Или просто он так занегативил, типа, коза, что за вопросы? Ты угадал. Почему 100%? Просто совершенно случайно мне эта информация попалась. Как вообще не верить в судьбу после этого? Ну это правильный ответ. А тут и не поспоришь. Ну я правда коза. По календарю. В душе я тигрица. Эдвард, мой самый первый крупный заработок. Полмиллиона. Миллион двести. Миллион рублей. Миллион рублей. Ребят, ну я знаю это. Артемий. Я все знаю про бабки. Бабки, 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 бабки. Мою собаку. У тебя нет собаки. Мне казалось, что если я скажу, что я не знаю что-то про собаку, это будет хуже, чем сказать, слушай, да у тебя нет собаки. Как и нет тебя больше в моей жизни. Артемий, конечно, меня разочаровал. Все знают, что это доберман по имени Юра. Ты, конечно, доберман хороший вообще. Леша, сколько раз я была на обложке мужских журналов? Тут меня, конечно, немножечко прибило, потому что, не имея возможности с ней общаться, я принципиально избегал каких-либо упоминаний про Настю. Если я не даю варианты ответа, значит, вопрос суперлегкий. Да, Артемий? Да. Если она из-за собаки меня отправит домой, ну, значит, не судьба. У тебя был журнал Soul Jam, когда вы разводились? Один точно был. Наверное, он один и был. Да, я увидел, что она так, типа, эх, чувак, я ожидал от тебя большего. Это очень угловно. А можно пытаться тебе обратиться, на самом деле? Давай, конечно. Можно мне вопроса не задавать? Я сегодня ограбил киоск с магазином цветов. Вот, хочу тебе подарить и принести свои извинения в честь того, что ручки не надо все-таки распускать. Ну, подожди. Нет, тут красавчик. Здесь уже это солидно. Прямо растет Дмитрий. Поменьше рук. Все, окей, Настю. Настюша, это тебе. Спасибо. Давай, Леон, поймите. Без рук. Очень про. Лично. Нет, нет, нет. Здесь я прям респект ему. Я считаю, что Дмитрий пытается очень сильно перетянуть на себя одеяло Настя на его понимание и напускает дым и все в глаза. Только так, воздушно только. Это мило. Я понимаю, что нужно пользоваться каждым шансом, проявить там как-то инициативу, но букет был явно не свежий. Ну что, по итогам викторины Эмиль, Эдвард, Андрей и Женя знают Настю чуть лучше остальных. Молодцы, парни. Изучают, значит, Настюшку Ивлееву. Это еще не все. Прямо сейчас четверых победителей викторины ждет тест на совместимость с главной героиней. Тот, кто ответит на вопрос ведущего так же, как Настя, получит возможность пообщаться с ней наедине. Итак, вопрос. Уметь читать мысли или перематывать время назад? Ё-моё. Да, пишем. Блин, не пишем. Сложный вопрос. Сложный, очень. Раз, два, три, показываем. Читать мысли время. Угу. Так вот. Ну ладно. Чтение мысли у тебя не очень же. А, давай теперь мы даем время назад. Неплохо. Следующий вопрос. Глазунья или омлет? Нереально. Ты пытаешься понять. Ты должен отвечать, как ты чувствуешь. Я понял, что кто-то из них отвечали то, что думали, что ответит Настя. Хотя смысл был в том, что как бы твой искренний ответ. Потому что это тест на совместимость. Раз, два, три. Я был уверен, что глазунья. Я тоже люблю глазунью. Я предпочитаю омлет. Так, яиц можно съесть больше, чем просто в глазунье. Просто две сковородки рядом. Все. Я вообще наблюдаю за ребятами. Они прямо вот как будто правильный ответ. Это путевка в какую-то новую жизнь. Спокойно надо как. Итак, следующий вопрос. Грудь или попа? Это вот легко. Раз, два. Показываем. Еее. А Эмиль прям стреляет как надо. У меня тоже попа немаленькая, поэтому у меня это схоже. Я надеюсь, я не обидел этим. Романтическая комедия или ужастик? Раз, два, три. Показываем. Вот, хорошо. Я, кстати, не могу смотреть ужастики. А ты боишься? Я не боюсь, но... Я боюсь, бля. Я прям до усрачки боюсь. Я не люблю ужастики вообще. Комедия. Я, наверное, ужастиков в один в жизни посмотрел. Может, два от силы. Это правда. Итак, Эмиль и Эдвард находятся в шаге от заветного свидания с Настей. Так, вопрос. Паста или роллы? Жесть! Сложка. Это просто без ножа. Я думаю, паста. Мы ели очень часто роллы с Настей. Я бы написал роллы. Фетучини или карбонара? Калифорния или Филадельфия? Ужасно! С имбирем или в осаде? Да хватит! Раз, два, три. Показываем. Да, Эмиль, присаживайся на свое место. Я вообще прям... Я даже лучше Эмиля. Тут не угадал. Это, конечно, меня расстроило, но ничего. Есенин или Маяковский? Хм. Тут вообще даже... Так, мне стало интересно. Ну, я бы Есенин написал, конечно. Мне Есенин ближе, чем Маяковский. Не думаю. Какой Есенин? Конечно, Маяковский. Раз, два, три. Показываем. Да. Эдвард вырвал просто победу с зубами. И мы оба любим Маяковского, как оказалось. А это вам не хухры-мухры. Я тебя поздравляю. Аплодисменты. Почему-то я знал, что он победил. Вот он один из тех, кто как бы был прям отличник. Я-я-я-я-я-я-я-я. Пойдем? А внутри меня дьяволенок был рад, что прошел Мими, потому что Эдвард, мне кажется, на свидание немножечко посыпется. Эдварду, думаю, что как бы вообще ничего светит, и вряд ли он там какое-то впечатление произведет, кроме как, ну, какой-то милый, хороший дружочек. Ты ментально, скажем так, не похож на человека, которому 22 года. Ну, я думаю, что это в связи с жизненной обстоятельствами. Меня зовут Эдвард Хамильский, я владелец IT-компании. Сам я родом из Минска. Настя Ивлева меня зацепила тем, что она крэйзи. Я точно такой же нестандартный человек, и поэтому я уверен то, что мы сойдемся вместе с ней. Я никогда не понтуюсь в плане финансовой составляющей, но мой... Поэтому все время об этом говорю. Доход на сегодняшний день составляет более 100 тысяч долларов в месяц. Поэтому я на миллион просто процентов уверен, что рестораны, шмотки... Че, ну ты кринж, реально. Никогда об этом не говорю, просто мой доход составляет больше 100 тысяч долларов в месяц, поэтому... Ну вот, мне как бы это все не интересно, а точнее 117 тысяч долларов. Привычный образ жизни, я без проблем себе могу позволить. Расскажи о себе немножко. Ну, на самом деле, я закончил с воровского училища в Беларуси и ушел на военный факультет, учился там 2,5 года, по причинам некоторым мне пришлось от этого уйти. Я начал работать в такси. О, сколько тебе лет было, прости? 20. Я работал 7 дней в неделю, просто чтобы как бы жить. Почему, потому что надо по квартиру снимать? Подожди, ну вот ты сказал, что в 20 лет какие-то голодные годы были. И ты за такой короткий период времени достиг, ого, супер. Значит, чувак реально понимает, что надо работать. Я прям сейчас по-хорошему в восхищении, правда. Спасибо. Трудоголики, это просто отдельный класс людей. Я не понимаю вообще, на самом деле, как можно жить и не работать. У меня были самые... Ладно, ну... Не, я рад за него, искренне, молодец. То есть, то, что он как бы добился успеха, но ходить и кричать об этом, потому что я успех. Ну, тоже такое, не знаю. Может быть, это нормально, херен его знает. Я просто, че, я просто поскромнее. Не-не, по поводу Эдварда. Ну, сегодня, на удивление, Эдвард показался очень интересным собеседником. Не в конце добыл, а можно я тебя поцелую? Я прям самой захотелось его расспрашивать, искренне. А у тебя были такие отношения, когда девушка ревновала тебя к работе, к твоей занятости? Настя, давай так. Я девственник, у меня никогда не было девушки. Я еще... Ты девственник? Не, ну ты что, не, ну не настолько. Ну, чуть-чуть, на полшишечки девственник. Ну, ладно, теперь все. С одной малышкой у меня кое-что уже было. 22 года, мы сейчас так... Не-не-не, ну не настолько, конечно, но у меня правда было только двое отношений. Это вообще сразу меня обескуражило. А не думаешь ли ты, что может быть еще рановато сейчас гонаться за какими-то серьезными отношениями? Тебе 22 года, ты только на старте, на взлете. Нужно нам всю энергию туда. Вот вообще с тобой не согласен. Финансово я всего достиг. Мне хочется получать новые эмоции. Я хочу прям состояться, как мужчина. Хорошо сказал. Настя, она очень... Нет, сказал прям реально хорошо. Классная, она очень обаятельная, простая, открытая. И я понял сейчас то, что в интернете это совершенно два разных человека. Это просто небо и земля. Я в восторге. Спасибо тебе большое за то, что ты позволил с тобой попьяться. Спасибо тебе за разговор. Честно скажу, что сейчас выделяю Эдварда. Правда, как бы это ни звучало. Просто потому, что мы открылись друг к другу, и я почувствовала что-то человеческое. Это меня подкупает. Как ваше настроение, мальчишки? Где бодрость, где позитив, где энергия? В любой момент ты ждешь какого-то подвоха, не понимаешь, что будет. Ну и надеюсь, Лысый покинет этот проект. Потому что он мне не нравится. Мне кажется, что сегодня... Ну да, ты же выбираешь себе. У меня больше всего шансов покинуть проект Тортееми. По его взгляду и по его поведению он просто находится не в своей тарелке. Несмотря на то, что это шоу, здесь десятки камер, в игру вступает искренность, чувство и сердце. Поэтому я рекомендую вам всем собраться. Проект начинается только сейчас. Что, мы остаемся? Спасибо за этот вечер и до скорых встреч. Спасибо. После слов Насти все выдохнули, потому что большинство из нас были уверены, что все-таки как минимум два человека еще уйдут. Но нет. Но нет. Ну что, по машинам? Да. Что, какие предположения, куда едем? Я думаю, нас везут куда-то вот прямо не в сладкое место. Я считаю ранчо. Реально ранчо. Ранчо, думаю. В смысле, вот прямо коровы, козы, лошади ранчо. А мне кажется, это будет какой-нибудь бабушкин дом. Я же шутка, с кем не бывает. В любом случае, я чувствую, прольется ведро пота, возможно, даже и крови. Ты парень здоровый, с тебя если ведро крови вытечет, ничего не будет. Ну да, ничего не будет. Мы с тобой явно побледнеем. Я думаю, дальше будет жестче, однозначно. Приключения интереснее. Мне кажется, еще как в Эксе будет. Сейчас троих по дороге сольют. Будет жестко, конечно. А сердце Насти ближе ко мне. Я вообще понятия не имею, почему меня с чепухой посадили в одну машину. Чепухой. Просто без комментариев. Давайте посмотрим. Хай здесь только ты. Рот закрой, соль, реально. Рот закрой, Дима, Дима. Воздух, потому что сквозняк. Видишь, дверь закройте, окно сквозняк. Ты, Сифтика, вообще была в школе? У тебя была школа вообще, нет? Может, ты просто не знаешь, как работает циркуляция? Ну, я просто говорю. Этот чепух меня бесит конкретно. Моя нервная система, наверное, нужна этому человеку. Пока не понимаю, по каким причинам. Очень интересно, что будет дальше. Я думаю, что это будет дача. Почему-то у меня есть идея. Никакого макширя. Никакой дачи. Спасибо, да, я уже картошечку посадил. Слушай, я скучаю по даче. Я давно не был на настоящей такой русской даче. Так что, если будет дача, нормально. А, это же испанец. Я уверен, что я могу заинтересовать Настю. И это у меня точно получится. Я готов с тобой подраться мозгами. Мозгами? Ага, да, забыл, что у тебя их нет. Спокойнее будь, я тебе говорю, ты не на того газуешь. Я тебе объяснил уже. Ты понимаешь? Неловко наблюдать, конечно, за этой ситуацией совершенно. Дмитрий, как бы, логически никто не газует на вас. Ну, просто, посмотрите, чувак очень спокойно по-взрослым общается. Что вообще, что ты несешь? Ты не на того газуешь. Я тебе говорю, ты какого черта газанул на меня вообще? Слышишь, у тебя остатки волос выпадут из твоей головы, дубин. Дима начинает, как бы, ему, ну, грубо говоря, угрожать. Я себя начинаю чувствовать некомфортно. То есть, ну, машина трясется. А давайте я сяду сюда, а ты это что? Зачем? Хорошее предложение. Выбыл, типа, да нет, я сейчас на тебя работаю. Давай, дружок, не надо так делать. Как вы думаете, вы куда-то, скорее всего, в какой-то загородный дом. Задёшь, что будет не барак, самое главное. Если честно, меня это не трогает. Я иду заряженный на позитиве с великолепным настроением. Вот так обычно, заряженный на позитиве, говорит. Я иду заряженный на позитиве. Будет вообще отдельный туалет? Один. Все. Общая кухня и один туалет. Я рубил, надо сказать. Почему бы и нет. Кто убирает, кто готовит. Да, я думаю, что большой будет дом, где всем будет уютно, комфортно. И там, скорее всего, каждую неделю по одной комнате меньше-меньше будет. А как вы думаете, кто из нас уйдёт первым? Ну, надеюсь, по крайней мере, что это буду не я. А я думал, что я даже первый отбор не пройду к стандарту. Мы тоже так думали, честно. Мне кажется, он даже не рассчитывал. Он, видимо, хотел реально шуткануть. Пойдёт, думаю, что это прикол. Я в шоке. Нет, объясни мне, пожалуйста, почему ты так выглядишь? Ты специально так сделал? Ты же знал? Нет, конечно, нет. Окей, ты проходишь дальше. Но на этой волне дальше точно прокатиться не получится. Тебе нужно будет предъявить свою индивидуальность и харизму. Но в сравнении с этими дедами, я, в принципе, молодой и горячий. Я всех порву. Но все очень разноплановые заметили. То есть кто-то по... Ну, уже вот стычку мы даже видели. И такие пацаны, бля, несут. Ба, пейнч, пейнч, как у нас теперь говорится. И что ты дергаешься? У тебя брови дрожат. Ты уже боишься меня, понял? Какой ты смешной. Ты успеешь моргнуть, как я тебя выключу, понял? Полный ноль просто ты и всё. Да ты же не на файт-найте, ей-богу. Что ты продолжаешь, не понимаю? Я таких, как ты, на районе пачками лупил. Я тебе вот сидел бы на районе. Беспонтовый, ты в натуре. Беспонтовый стендапер. Рот закрой свой, слышишь? Я на районе. Слышишь, петух, рот закрой свой реально. Я тебя сейчас выключу, мы приедем. Только телевизор можешь включать-выключать. Тебя выключу, поверьте. Я даже не представляю, как мы будем жить с этим чепухом под одной крышей. Потому что я готов ему набить лысую голову и показать, что действительно я достоин сердца Анастасии Влениевой. Мне кажется, Дмитрий, у вас букетов не хватит, чтобы извиняться. Может быть, мы будем жить троем? О, это неплохо. Мне кажется, по росту, нет? Нас посадили плюс-минус парня. Нет, просто самых красивых ребят посадили в одну машину. А может быть, она выбрала нас троих, как три одинаковых типажности. А где мы одинаковые типажности, посмотри. Может быть, мы по характеру всех троем похожи. Можно. Самые, да, еще интеллектуальные парни. Мне нравится. Друг другу жопки поцеловали просто. Забавно. Я вижу, что Артемий немножко не уверен в себе. Это удивительно, потому что он-то профессиональный танцор. Я-то думал, что мы поедем не в таком составе. Я думал, что еще киданут. Тоже так думал я сейчас. Что-то, что пациентный кулачок. Чек, чек, дай, дай, дай. Я сразу понял, что мы тройка лидеров. Такие языкастые, что, естественно, бросаются в глаза. Альфа, самец. Ну, у каждого свои сильные стороны. Это в порядке еще и... Кринч просто. Так что запоминайте наши лица. В финале увидимся. Но самоуверенным парням невдомек, что Настя уже сделала свой выбор. И прямо сейчас мы узнаем, кто сегодня покинет проект на... Та-ра-рам, та-ра-рам. Всегда. Мужчина, приветствую вас. Вау. Первая моя мысль. Что-то тут точно не то. Каждый из вас заслуживает самого лучшего. И заслуживает любви. Ну, не знаю. Наверное, это что-то типа мотивационной речи, типа, ребят, молодцы, так держать. Парни, скажу вам честно, для меня это решение было непростое. Я сразу замер. Возможно, сейчас все закончится. Но правила проекта таковы, что кому-то из вас придется его покинуть. Я прям паник. Да ну, не может быть. У меня уже истерка. Может, хватит сюрпризов уже на сегодня? Сейчас в одном из автомобилей едут ребята, с которыми мы, возможно, больше никогда не увидимся. В смысле? Потому что автомобиль потом съедет со скалы. Вот так, вообще прям как камень по голове. В горле кто-то не доедет. И это? Кто же, кто же, кто же? Конечно, не я. Не вы. А что ты напрягался? Ты же финалист у нас тут. Мурахи, мурахи, мурахи. Круто. Я очень рад и счастлив, что я прошел дальше. Ну, давайте так подумаем. Просто давайте ставочки сделаем, если кто-то не смотрел. Есть вариант того, что Дмитрий, там вот эта вот тройка их уйдет. И еще есть вариант, где вот этот вот взрослый мужчина, седовласый, коротко стриженый. Вот, я думаю, еще эта машина. Первишки умеет она пошалить. То есть прям целый автобус или все-таки один человек? Ну, было сказано, был автобус. Я предполагаю, что все-таки это машина, в которой едут Вася и Дима, из-за того, что они в конфликте. И это не вы. Пам! Так. Одна ставочка не сыграла. Мы ждем захватывающей недели, где мы узнаем друг друга получше. Конечно, нормалец. До встречи. До встречи, малышка. Это было жестко, это было жестко, да? Особенно с учетом того, что Настя с Васей и с Димой точно так же общалась наедине. Я был в шоке. Я, то есть, как бы понимаю, что да, то есть, ну, может быть, конечно, Дима перегнул все дела. Вот, но я думаю, блин, я каким здесь. Да посмотри на Васю, он лысый. Как он здесь вообще, на Васе? Конечно, волосы, они же влияют как-то на решение человека. Да, конечно, брат. Действительно, да. Конечно. Я тебе не брат. Ты в курсе, что я бритый, а не лысый? Лысый, у тебя не растут. Вот, ты старый, уже ты Настюхе не понравишься, ты не нужен просто, и все. Ну, жара. Жара. Это жара, брат. Окей. Я без понятия, чего он пытается добиться, учитывая, что Настя ищет серьезных отношений. Она ищет любовь. Почти ей нужен уверенный себе мужчина. Взрослый, да, который может дать что-то необходимое ей. Отсюда вывод о том, что люди младше Анастасии, они могут не подходить под эти критерии. И это не вы. Это был такой моментальный саспенс просто. Сейчас такое видео второе, это шутка, это вы. Это был бы сильный. Мне кажется, это самый настоящий душ контраста. Когда кайфуешь под теплым душем, кто-то берет, у тебя холодно и смывает. Короче. Да я был уверен, что мы останемся. То есть, на 100%. Я вообще поэтому так нервно засмеялся. Ясно, уверен он. Нет, ну как? Ты сидишь и думаешь, ну и все. Ну, конечно, шло наше время просто. Ты думаешь, что это нормально? Ну, вообще, мне бы хотелось, чтобы как можно дольше оставалось неведение, что я с Настей знаком. И потому что некоторые могут думать, что это преимущество. Ну, я-то думаю, что это вообще не преимущество. Как ты думаешь, кто уходит? Мне кажется, что вот, допустим, сегодня с Эмилем я не почувствовал никакого хороста. Ты серьезно? А наоборот, показалось, что Настя, он ее прямо вот очаровал. Но Эмиль не знает, что и у меня есть восточные чары. Я их просто скрываю. Он чувство так-то держит хорошее. Это очень важно на данном этапе. И это не вы. Я вообще, а кто еще есть? Я просто не помню уже. Поздравляю. Спасибо, Настюш. Она так вначале не улыбалась, а потом и заулыбалась. Блин, она же актриса, вроде. Я не знаю, у него такая идеальная улыбка, что ты, может, свое отражение там видишь. У нас сильная троица. Моментик, поднапряглись, ребятушки. А, все, ЛДЖЕЙ домой поедет, все, ясно. Жизнь сразу, да? Я лично как бы поддерживаю, честно говоря, потрепали нервишки в очередной раз. Ну что, на кого делаем ставки? Я думаю, что Артем, ЛДЖЕЙ, Олег, который проник. Я думаю, что вот, наверное, их машины. Блин, какие бы не были, жалко, конечно. Но это игра. Мы выгребли в проект, это уже хорошо. Правила проекта таковы, что кому-то из вас придется его покинуть. Да, мы поняли. И это вы. Молодые, короче, слетают. Ну я думал, пилот еще полетает. Точнее, не пилот, бортпроводник. Ну, как бы эти двое, понятно. Блин, пилоту жалко, если честно. Я хотел бы на нее еще посмотреть. Ну не пилот, бортпроводник. Пфу, блин. Я искренне желаю вам найти свою любовь и счастье. Спасибо за ваше время. Огонь. Я все равно, я все равно. Жи туда. Когда мизинцем об шкаф ударился. Спасибо, пацаны. Я пошел. Тут Ленинградский вокзал, мне зато мы близко. Честно, прям реально, вот, по-человечески просто обидно. Да, обидно. Неожиданно, неожиданно. Конечно, обидно, потому что хотелось больше пообщаться с Настей. Познакомиться с ней получше. Мы толком так и не познакомились. Но я понимаю, что это ее выбор. Значит, кто понравился другой. Ребятам всем желаю удачи. И тебе тоже желаю встретить свою вторую половинку. Артем. Спасибо большое. Такой вроде позитивный и красивый. Вроде у него такой бэкграунд интересный. Я предприниматель. Живу между США и Черногорией. Специально прилетел познакомиться с Анастасией. Ну, не получилось ни за что зацепиться. Он просто, ну, вот, ровный. Вот есть линия. Это Артем. Настя, я принял твое решение, но мне кажется, что ты чуть-чуть ошиблась и поторопилась. Я решила попрощаться с Артемом. А ты не ошибся, когда пришел в таком наряде ты? Потому что я не вижу в нем Артема. Я просто каждый раз в нем вижу человека, с которым меня связывали какие-то определенные чувства, эмоции, обстоятельства. И это меня больше расстраивает. Я не хочу возвращаться к этому чувству. Явлеева, я на тебя реально обиделся. Ну, прям, очень жалко, что ты сегодня, когда задавала вопрос, не просекла мою фишку. Олег, кто из этих известных мужчин не был моим соведущим? У него есть привычка большие футболки отдергивать вот так. Видимо, я даже лучше знаю твою невербалику, чем ты. Не могу сказать, что я там создан для тебя, либо ты для меня, но я хотел стать, знаешь, для тебя таким отдушинкой спокойной жизни. Ты пришел добиваться моего сердца, парень. Олег как будто бы не собирался этого делать от слова совсем. У меня нет возможности сидеть и ждать у моря погоды. Поэтому ребята должны собраться и как-то ярко себя проявить. Я думаю, что не у всех там на самом деле такие правдивые цели, за которые они себя выдают. Некоторые личности сомнительные, со своими цветами, рэпами и рассказами про какую-то бандитскую жизнь. Ну, если их выбрали, значит, как бы. Ну, эти чуваки шоу делают. Ну, и всем удачи. Я отобрала 12 мужчин, которые заедут в дом. У меня будет больше времени и возможности провести с каждым из участников, и меня это очень радует. Наконец-таки начнется все самое интересное. Смотрите в следующей серии. Кому удастся преодолеть все препятствия... О, нет! Боже мой! Чтобы первым пригласить Настю на самое романтическое и самое экстравагантное свидание. Как слезть? Ну, что могу сказать? Кринжометр, в определенной степени, конечно, зашкаливал периодически. Но, в целом, мне пока нравится. Ждем дальше. Чувствую, в этом что-то есть интересное. Вот. Если, в принципе, будет неинтересно, уже потом не будем просмотреть. Короче, ладно. Все зависит в любом случае от вас. Ну, это меня, конечно, нужен. В общем, в любом случае. Большое спасибо вам за просмотр, за ваше поставленное, конечно же, ваше поставленное сердечко под видео. В общем, всего вам хорошего. С вами был Радос. Пока-пока.